...по целеполаганию, по критическому мышлению, креативному мышлению, всему, вот всему, что только возможно, я этому учу, именно касательно soft skills. Что еще интересного, это про мой опыт публичных выступлений, переговоров. Он у меня составляет порядка 10 лет. Сам я по образованию инженер, закончил Бауманку. То есть, сам опыт у меня абсолютно разный. ...касательно того, что происходит в мире, я, считайте, могу посмотреть с абсолютно разных сторон. В принципе, это достаточно интересный факт про меня. Окей, идем дальше. Если мы говорим про любое выступление, любой вебинар, любой семинар, то в нем всегда есть некие правила. И правило номер один, которое я хотел бы озвучить, есть один микрофон. Я вас очень прошу выключать ваши микрофончики, потому что иначе нам не будет слышно, что вообще обсуждаем. В какие-то моменты я попрошу кого-то из вас включать, поэтому имейте в виду, что такая возможность тоже есть. Периодически буду тыкать на кнопку «Выключить все микрофоны». Она у меня тоже есть. Не обижайтесь, это был я, скорее всего. Второе правило тоже очень важное. Касается оно того, что все мы равны. У нас нет погон. Все мы занимаем какие-то разные должности, разных возрастов, разные социальные позиции. Все-все-все у нас с вами разное. Тем не менее, достаточно полезно бывает иногда сделать таким образом, чтобы все мы были равны и посмотрели на мир с немного других позиций. Ну и третье правило, которое мне очень хотелось бы, чтобы мы соблюдали, задавайте вопросы. Чатик у нас есть, можете туда писать. Все вопросы, которые будут разобраны чуть позже по ходу дела, я буду разбирать. Ну, либо если они будут иметь отношение непосредственно к тому, что мы обсуждаем, тоже буду разбирать. Без ответа не останетесь. Оксана спрашивает, почему спикера не видно? Если прям очень хотите, то есть могу включить за себя, будете смотреть на меня. То есть, кому это нужно, поставьте плюсики, кому не нужно, поставьте минусики. Чат прям. Вчера мы не писались именно в формате видео. Я смотрю, большинство так минус. Я с вами согласен, потому что в целом у нас есть презентажка. Если я еще буду что-то рассказывать, это просто лишнее окно, на которое можно будет отвлекаться. Я с удовольствием в какие-то моменты буду включать видео, чтобы вы меня видели, если вам это будет необходимо. Также мне бы очень хотелось, чтобы в какие-то моменты вы включали. Так что сегодня мы с вами точно увидимся. Может быть, не со всеми, но с кем-то из вас точно увидимся. Окей, и давайте, чтобы не откладывать в долгий ящик, пойдем сразу к тому, что я отвечу на главный вопрос, который выдвинут в названии самого тренинга. Какой же лучший совет для успешной жизни? Быть гибким. В принципе, можно расходиться. Наверное, уже ответ получили. На самом деле, естественно, нет. Хочется немножко поглубже посмотреть, что же это значит быть гибким. Что значит справляться с волнением со своим, подстраиваться под текущую ситуацию. Потому что все мы видим, что у нас сейчас в мире происходит, и неизвестно, что будет дальше. Ну и каким-то образом необходимо под эти ситуации подстраиваться. И давайте для начала разберем, что же вообще такое гибкость. Гибкость – это неофициальный термин. То есть официально это называется психологическая резилентность. От английского resilience – упругость, эластичность. Грубо говоря, свойства личности, которые лежащие в основе способности преодолевать стрессы. Ну и всякие трудные пути, которые у нас тоже могут возникать в жизни. Это свойство вообще психологами считается врожденным. То есть психологи говорят, что если у вас изначального этого свойства нет, то оно и не появится. На самом деле это не так. Это можно развивать. Можно развивать всю жизнь эту гибкость, если, конечно, вам нужно. Если не нужно, то можно считать, что нельзя развить. Данное понятие пришло в психологию из физики. Там есть такое понимание, что некоторые твердые тела, после того, как мы их каким-то образом побили, либо что-то с ними сделали, они могут возвращаться к своей прежней форме. Такое у них тоже есть. И возвращаться, причем без нарушений, имейте в виду. Вернуться можно к прежней форме очень по-разному. И вообще сама по себе психологическая гибкость – это очень-очень-очень интересная вещь. Почему? Она связана с тем, что благодаря некоторым исследованиям, кому нужно будет, если интересно, я могу скинуть, что за исследование на английском языке, они связывают вот это вот наше душевное здоровье, внутреннее спокойствие с психологической гибкостью. И чем лучше человек адаптируется к новым ситуациям, тем он более стрессоустойчив. Это, в принципе, адекватная реакция на то, что сейчас у нас происходит, это начать учиться становиться все более стрессоустойчивым. И, кроме того, вот этот более разнообразный набор моделей поведения, вариантов поведения, он позволяет нам вообще более творчески подходить к задачам, договариваться с абсолютно разными людьми, потому что очень разные люди встречаются нам по пути, находить новую некую мотивацию к действию, если мы потеряли прежние опоры, потому что бывает так, что человек теряет вообще все, что у него в жизни происходит, и многие после этого отказываются хоть что-то делать. Вот эта вот гибкость, она помогает нам очень хорошо идти дальше, несмотря ни на что. Но сразу оговорюсь, вот эта гибкость, она не означает какое-то абсолютное благо, то есть сказать, что все мы должны быть срочно гибкими, ну, в принципе, нельзя. Почему? Потому что, как у любого действия, как у любой некой черты нашего характера, есть некие стороны, которые могут обернуться для нас не очень хорошими результатами. Допустим, гибкость, она приводит к достаточно большой импульсивности. И если мы говорим про упорство, то проще куда-то в другую сторону пойти, чем проявлять упорство. То есть очень гибкие люди не всегда, но зачастую у них есть такой недостаток упорства. Ну, и если мы гибкие, есть вероятность того, что каждый раз мы будем изобретать велосипед. То есть вместо того, чтобы взять что-то, что уже существует прекрасно и работает, мы начинаем каждый раз что-то новое изобретать. Не всегда это комфортно, не всегда хорошо. И давайте мы с вами разберем некую противоположность гибкости. Это консерватизм. Консерватизм явно в совсем-совсем крайней стадии изображен на этой картинке. И упертые консерваторы вообще часто вызывают удивление, потому что они отказываются менять свою точку зрения, даже узнав некоторые свежие факты, доказывающие неправоту этой точки зрения. И здесь сразу хочется сказать, что это не некий признак глупости. То есть среди людей с таким типом мышления, консервативным, у Оксаны у вас нет картинки, я просто вижу. Если нет картинки, либо у кого-то какие-то проблемы, перезагрузитесь, так будет точно, сработает. Если мы говорим про консерватизм, это не обязательно означает, что люди глупые, недостаточно развитые. Бывает, конечно, и такое, давайте уж если на чистоту. Но зачастую среди тех людей встречаются прекрасно образованные люди с очень высоким уровнем интеллекта. И в целом вот этот консерватизм, его психологи называют ригидностью. То есть вот это свойство, оно очень-очень полезно на самом деле, но в умеренных дозах. Потому что иначе мы можем пересекать либо наподобие вот этой картинки, либо что-то подобное. Я очень часто встречаю вот такие картинки в интернете, что и люди говорят, что ой, как раньше-то было хорошо. То получается, что и в средние века так говорили, и в античное время, и всегда было хорошо. А когда мы были обезьянами, вообще был ништяк, получается. Но, наверное, к сожалению или к счастью, мы не можем вернуться к этому состоянию. Я, например, не очень хочу бегать с дубиной за мамонтами. Ну, благо сейчас мамонтов нет, не за ком бегать, но тем не менее, как-то я не в восторге. Я привык к благам цивилизации, поэтому мне лучше то, что сейчас. Ну, естественно, это достаточно тупиковый путь, потому что вернуться к тому, что было раньше, практически нереально. Ну, то есть это некий откат назад. Всегда история у нас идет по спирали. Мы всегда идем вверх куда-то. Вернуться назад, ну, для меня это некий тупик, которым я точно не хочу заниматься. И давайте мы с вами разберем вообще консерватизм или ригидность, как она называется с точки зрения психологии. Таким образом она нам может помочь в нашей жизни, для того, чтобы с этим разобраться, есть определенные разновидности этого консерватизма. Первый – когнитивный или мыслительный. Это неспособность поменять свои представления об окружающей среде с получением некой новой информации. Человеку в этом случае, если у него есть вот такой консерватизм, сложно корректировать план действий по ситуации и выходить за рамки некоторых выбиранных схем. Это касается, ну, допустим, тех же бытовых привычек, нежелания использовать новые технологии. Я сразу маму свою вспоминаю. То есть я заставлял, ну, не заставлял, я упрашивал сначала ей купить мобильный телефон. Я даже предлагал выбрать любой, выбирай, я тебе подарю без проблем. Вот когда захочешь. Нет, 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 я не буду к этому привыкать, это мне не нужно. А сейчас, когда я ей подарил этот телефон, она довольная, ходит счастливая, шлет мне периодически что-то из одноклассников, с подругами своими общается по видеозаписи, по видеосообщениям. Довольная счастливая. То есть это некие наши привычки. Технологии их могут решать, но, тем не менее, люди могут к ним не приходить. Если мы говорим про следующую разновидность, это аффективное, так называемое. Проявляется это в том, что что-то с нами произошло, и мы в этой ситуации зависаем. Например, нас оттолкнули в метро в час пик. Ну, сейчас, наверное, это уже не актуально, поскольку карантин у нас. А тем не менее, бывает такое. То есть, столкнули в метро, и мы весь день ходим, думаем, что ж такое-то. Вот он нас столкнул в метро, наступил на ногу, кошмар. И мы весь день это в голове прокручиваем. Получается, что мы висим в этой ситуации. Это и есть некое проявление консерватизма. Ну, и еще один вариант, который может быть, еще одна разновидность, это мотивационная, мотивационный консерватизм. Что это значит? Бывает так, что в тех же 90-х годах очень многие люди вынуждены были сменить свою работу и вообще сменить свой уклад жизни. И многие привыкли к тому, что вот я работал, допустим, на государство, и у меня зарплата была x рублей, а сейчас приходится идти работать кем-то вообще непонятно кем. Я же там, вот я великий инженер, а оказывается, что мне нужно идти работать, чтобы прокормить семью. Не, я буду сначала искать, вот сейчас я буду ходить смотреть, вдруг я найду то, что мне нужно. И, соответственно, человек теряет свою мотивацию, в принципе, то есть он сохраняет прежнюю мотивацию. Простите, я оговорился. Прежняя мотивация остается, а подстроить мотивацию под текущие условия человек не может. Соответственно, это не очень хорошая ситуация, согласитесь, когда мы постоянно думаем только об одном, и все вокруг уже произошло, какие-то вещи уже произошли, мы их не поменяем, а человек по-прежнему живет где-то в прошлом. Жить нужно в настоящем. И вместе с тем сразу же хочу сказать, что консерватизм и система – это неплохо. Это неплохо. Я сейчас описал некие крайности, вместе с тем неплохо это. Банально даже есть такой пример, вполне шуточный, что в той же психологии можно проводить встречу с клиентом по некоему шаблону. Вот такой вот шаблончик. И вы идете в пункт 1, пункт 2, 3, 4, 5, 6. И берете произвольные фразы, которые вам нравятся. Ну, допустим, из первого. Что ожидаете от меня? Или что ожидаете от нашей встречи? Можно рассказать поподробнее? Хм, что вы чувствуете по этому поводу? Можете усилить это ощущение? Просто побудьте некоторое время с этим. Ну и в конце чем завершаетесь? Понимаете? То есть, если мы говорим про психологию, если совсем сделать грубо, то можно вот в таком виде ее представить. Когда мы говорим, что человек мыслит некоторыми шаблонами, мы обычно подразумеваем под этим что-то плохое. Но вот представьте, что если бы мы в любой ситуации продумывали решение заново, вот абсолютно в любой, абсолютно в любой ситуации, ну, допустим, я сейчас иду чай наливать. Это прекрасная ситуация, которую я делаю, в принципе, на автомате. Налить водички, вскипятить ее. Все нормально. Понимаете? Если бы я каждый раз думал, что бы мне взять, где бы мне достать воды, это очень-очень-очень истощает наш мозг. В целом, если смотреть про энергозатраты, то наш мозг потребляет 20% всей энергии нашего тела. Все, что к нам поступает, 20% мозг потребляет. При этом, в целом, он порядка 2% занимает по массе. Как-то так. Коллеги, да, смотрите, несколько запросов поступило по поводу того, что квакает в наушниках. Попробуйте переключиться, потому что возможность связана с тем, что большое количество участников и как-то все пока не подключилось. У кого-то нормально и без наушников, я прям говорю в микрофон, прямо в него. Если не против, я могу даже погромче говорить. Может быть, так будет лучше слышно. Сразу же возникает такой момент, что же делать с этим консерватизмом, хорошо это или плохо. Самый ключевой критерий, как понять вообще, что с этим консерватизмом делать. Так. Оп. Так, почему-то у меня слетело. Отлично. Супер. Отлично. Изображений действительно не было, потому что подключали. Сейчас все должно у вас быть. И смотрите, ключевой критерий, по которому мы вообще все признаки, которые у нас в жизни проходят, мы через него прогоняем. Это мешает ли он нам жить. Ну, то есть, если консерватизм у нас есть, но в какой-то степени, которая нам комфортна, и она нам не мешает жить сейчас, не мешала жить раньше и не будет мешать жить в будущем, зачем его трогать? В этом я вступаю иногда с некоторыми психологами, в конфликт, потому что они начинают говорить, что нужно все поправить. Вот там кто-то, у кого-то из детства что-то идет, и здесь плохо, и это плохо. Получается, что всю жизнь нужно ходить к психологу, чтобы все что-то править. Я не хочу править, я хочу периодически. Если мне что-то не устраивает, я прихожу, это меняю. Если все меня устраивает, ну, то, значит, все хорошо. Зачем мне что-то менять? Вот я смысла никакого в этом не вижу абсолютно. Поэтому, ключевой момент. Если мешает жить, корректируйте. Не мешает жить, не корректируйте. Смысл-то? И тут сразу же вылезает прямая аналогия. То есть, если нам нужно что-то вскопать, мы используем лопату. Если нам нужно что-то причесать в плане земли, либо собрать, мы используем грабли. Желательно использовать консерватизм для одного, гибкость для другого. Это про инструменты. Полностью быть консервативным, полностью гибким, это очень страшные вещи, потому что не позволяют нам, в принципе, быть адекватными ситуацией. И тут же сразу всплывает момент, связанный с настойчивостью и упрямством, потому что это очень связанные вещи. И для того, чтобы чего-то достигать, есть как раз-таки такая замечательная картинка, что назовите ваши сильные стороны. Настойчивость. Спасибо, мы свяжемся с вами. Я здесь подожду. То есть, настойчивость – это некоторые действия, которые направлены на достижение цели. Чем отличается настойчивость от упрямства? То есть, настойчивость – это первая стадия, упрямство – это вторая, то есть, она уже идет после настойчивости. Настойчивый человек всегда предпринимает действия с учетом некоторой обратной реакции. действия. Если я действую, как указано на этой картинке, это уже упрямство, это ненастойчивость. Упрямый человек как раз-таки примет действие без учета обратной реакции от того, куда это воздействие направляется. Именно поэтому очень важно в принципе быть гибким, то есть, уметь применять когда-то гибкость, когда-то уметь быть консервативным, когда-то найти некую золотую середину, тоже, тоже, тоже туда-сюда это можно делать. Потому что наша жизнь, она сейчас настолько быстро меняется. Вот просто нереально быстро. Кто мог подумать еще год назад, что придет какой-то вирус из Китая? Ну, если смотреть статистику, оттуда много, что пришло в плане вирусов. Но кто мог подумать? Все были рады, рады, счастливы, счастливы. И то, что сейчас происходит, это, конечно, достаточно большой стресс. Поэтому делать выбор между консерватизмом и гибкостью смысла никакого нет. Вы подбираете то, как вам комфортно жить. Вот в текущих обстоятельствах подбираете, смотрите. И вообще есть особые способы, про гибкость мы будем говорить чуть поподробнее, про консерватизм буквально в двух словах расскажу, что с ним можно делать. То есть, если вы замечаете, что у вас есть какая-то повышенная склонность к некому консерватизму, то, что с этим можно делать, это про некие групповые действия, то есть, больше общаться с людьми, причем с абсолютно разными, посещать тренинги, какие-то занятия по развитию творческих способностей, познавательных способностей. в принципе, тут многое будет зависеть от того, насколько это вам нужно, то есть, если вы считаете действительно, что это нужно и вы будете за собой это замечать, с этим можно работать. Если мы говорим про детей и подростков, возможно, вы замечаете тех людей вокруг себя, либо у вас есть дети-подростки, вот кто может на них как раз-таки повлиять. с ним можно работать в том числе то же самое, что и для взрослых, то есть, некая групповая работа, познавательная деятельность, больше поощрять детей на какое-то творчество. Потому что, кто-то бывает, что зависает в определенном возрасте вот в этом вот некоем консерватизме, потом оттуда не выходит. Можете использовать как раз-таки просто поощрение. Простое поощрение, оно действительно очень важно для ребенка, для подростка, для того же взрослого тоже прекрасно подходит. И в целом мне очень нравится метафора бамбука. То есть, для того, чтобы понять вообще, что происходит, это про гибкость. Потому что бамбук, если я ничего не путаю, порядка 1500 видов его существует. И если посмотрите, вот у нас часто бывает, продают вот эти бамбуки, которые маленькие, домашние, это на самом деле не бамбук, я вас разочарую, а это разновидность драцен. Вот, так что не бамбук, если у вас растет. Это, конечно, очень грустно, но так и есть. Бамбук бывает разным, и в целом он очень интересен тем, что, во-первых, он очень быстро растет, во-вторых, если очень-очень сильный ветер, то бамбук по сравнению с остальными видами деревьев, он иногда прямо к земле припевает, но как только ветер уходит, в целом начинает потихонечку подниматься, идет вверх. То есть, бамбук гибкий очень, и в целом существуют методы обработки, которые позволяют сделать его более прочным, чем тот же дуб. Дуб считается вообще одним из таких прочных, очень сильных деревьев. Можно обработать бамбук так, чтобы он даже дубовые какие-то доски ломал. Поэтому, смотрите, если брать некую метафору, то вот в текущей ситуации нашей с вами в стране иногда кажется, что для того, чтобы вы стоите вообще со всем справиться, нужно замереть, вот знаете, как дубы так корни пускают глубокие, мы стоим, никуда не идем, и серии дуб не вырвет. На самом деле ветер то приходит, то не приходит, то еще что-то случается. И в этом случае побеждают те же бамбуки, потому что если ветер прошуршал, да, они упали, но потом они поднимаются. Какие-то колоски, трава, все что угодно. Гибкость в этом плане, адекватная гибкость, сразу уточню, в адекватных ситуациях, она очень важна. И можете брать для себя на вооружение такую метафору бамбука. Смотрите, сейчас мы перейдем к более подробному разбору, как работать с своими внутренними волнениями, тревогами, страхами. И сразу же вам скажу, что часть тренинга, она будет в чем-то повторяться, пересекаться со вчерашним, потому что методики очень похожи. Коллеги, кто был вчера, я думаю, повторение мать учения, повторите, посмотрите, вспомните заодно, что мы вчера проходили. Итак, начнем мы с того, что разберем так называемое состояние зоны комфорта. Очень часто про это говорят, что нужно выходить из зоны комфорта. А куда выходить, никто не уточняет. Ну, то есть, у нас есть вот такая прекрасная зона комфорта, в которой мы находимся, и для того, чтобы из нее выйти, мы должны выйти в зону обучения. Вот мы туда вышли, поучились там, все прекрасно. А бывает так, что мы выходим даже за зону обучения, то есть, настолько сильный стресс, у нас настолько большая нагрузка, либо настолько что-то непривычное для нас, что мы выходим в прекрасную зону стресса. Причем, стресс может быть очень-очень сильным, стресс, тревога, все это на нас может навалиться, и что-то с этим нужно делать. Поэтому, будьте аккуратны. Мы сейчас будем разбирать, как вообще в эти зоны выходить, что с ними делать. И еще раз повторюсь, в нашей ситуации получается, что вот эта зона стресса, она нас фактически поддавливает со всех сторон, вот просто со всех сторон, потому что что будет завтра, простите, вот за слово что, но оно очень хорошо здесь списывается, вот что будет завтра, непонятно. В принципе, те из вас, кто из Москвы, я, допустим, каждый час где-то заглядываю в телефон, чтобы понять, уже ввели комендантский час, карантин или не ввели, мне же интересно. Я думаю, как передвигаться по городу. Пока что непонятно, пока жду, что там будет. Соответственно, стресс сейчас достаточно большой у всех, поскольку большая неопределенность. и в целом вот из этой зоны комфорта выходить все равно стоит. Почему? Потому что это, знаете, как те, кто занимается спортом, либо те, кто хотя бы слышал про то, как формируются мышцы, именно большие объемы мышц, у тех же булги-билдеров, они берут большие веса, но при этом качают, 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 в результате происходят некие микротравмы. то есть мышцы немножко там рвутся, мы это не замечаем, не видим разорванных полностью, но маленькие-маленькие травмочки, и, соответственно, как только идет некий период отдыха, за это время мышцы успевают восстановиться и нарастают. То есть, получается, они восстанавливаются, и за счет этого увеличивается их масса. Соответственно, наша с вами задача, если у нас вот эта зона обучения, она очень маленькая, потихонечку выходить в зону стресса из нее. Мы потихонечку вышли, у нас мышцы наши внутренние чуть-чуть, чуть-чуть порвались, мы вернулись обратно в зону комфорта, зону обучения, у нас все наросло как нужно. Дальше мы уже выйдем еще чуть-чуть, чуть-чуть, и будет эта зона обучения у нас расти, а зона стресса будет падать. Для того, чтобы было больше понятно, есть вот такой прекрасный график, еще раз я его повторю, зона обучения у нас характеризуется неким пиком производительности, но вместе с тем растет и тревога. Наша тревожность в какой-то момент она становится вообще гигантской и образуется зона стресса, зона паники, как хотите, называйте, наша производительность она падает в ноль, потому что делать не хочется вообще ничего, и ощущение, что вот я сейчас куда-нибудь отсюда быстренько хочу уйти, пожалуйста, вы идите меня отсюда. Соответственно, с этим тоже можно работать, и прежде чем с этим разбираться, хотел бы у вас спросить, вот тревога и страх, как вы думаете, в чем разница? Можете прямо в чатик написать. Сергей, страх обоснован реальностью. Так, отлично. Тревога, вымысел, отлично, Сергей, спасибо. Еще есть какие-то варианты у вас? Тревога может быть необоснованной, тревога мысли, тревога регулярной, страх реактивный, отлично. Марина, страх, когда знаешь, чего боишься. Так, отлично, отлично, тревога сигнал, страх рациональный, тревога нерациональна, тревога без причины, именно, да, слушайте, вы все выделили очень хороший конкретный момент, того, действительно, чем отличается тревога и страх. То есть, тревога, это что-то, в принципе, беспредметное. То есть, согласно исследованиям Захарова в 88-м году, Каплана и Седека в 94-м, большинство авторов поддерживает с точки зрения, что тревога, это реакция на что-то неопределенное и часто какой-то неизвестный сигнал, вообще непонятно чего. А страх, это ответ на конкретный сигнал опасности. То есть, мы можем прямо сказать, что вот у нас есть страх пауков, страх змеи, страх высоты, страх воды, там, утонуть, акул, чего угодно. То есть, есть страхи. А тревога это что-то такое вот очень неосязаемое, но вместе с тем вообще неприятные чувства. Кто-то из исследований сходится на том, что говорит о том, что тревога это такая комбинация нескольких эмоций, это и страх, и печаль, и стыд, и чувство вины. То есть, все вместе. Поэтому, ну, спор на самом деле, на мой взгляд, достаточно момент. Поэтому, вот смотрите, то есть, если вы знаете, чего боитесь конкретно, то это страх. Если не знаете, то это скорее тревога. И в идеале, конечно, то есть, самый идеальный вариант, когда вы берете и тревогу вот эту пытаетесь перевести в страх. Ну, то есть, понять конкретно, чего вы боитесь. Потому что, если поняли, чего боимся, можно уже с этим работать. Если не поняли, ну, а как мы с этим будем работать? Ну, просто тревожно, да, подышали там, походили. Ну, вроде полегче стало. А что дальше делать? Она же опять приходит. Для начала, смотрите, мне бы очень хотелось, чтобы вы посмотрели следующий слайд, он про некий чек-лист, то есть, для того, чтобы понимать, существует у вас это состояние или нет. Конечно, в интернете вы найдете кучу различных тестов, тем не менее, есть вот такой небольшой чек-лист, который поможет вам понять про тревогу. во-первых, самое первое, одно из самых важных, если вы чувствуете, что ваше беспокойство чрезмерно, то, ну, скорее всего, вы можете быть как раз-таки под воздействием тревоги. Чрезмерно это означает, что я сижу, и я, господи, господи, что же произойдет? Ну, то есть, некое несоответствие ситуации. Второе, вам физически плохо. Что это значит? Это значит, что есть какие-то зажимы в мышцах, там дальше про это тоже будет, но просто физически плохо, как будто тошнота какая-то может быть от тревоги. Ощущение нехватки воздуха, ощущение того, что голова окружится, это вот тоже симптомы. Быстрая усталость. Если быстро устаете, тоже один из вариантов, что это может быть тревога. Не удается усидеть на месте. Ну, тоже один из вариантов. Сложно сконцентрироваться туда же. Раздражительный. Вот здесь чуть поподробнее расскажу. Это все возникает, потому что в целом мы сейчас находимся в стрессовой ситуации, и организм зачастую на стресс реагирует агрессией. Агрессия – это один из гормонов, который за нее отвечает. Это адреналин. Адреналин подразумевает, что мы что-то будем делать сразу. И вот этот гормон у нас выбрасывается в кровь, и что-то нужно делать. А мы сидим дома. Что мы будем делать? Непонятно. Ну, хоть что-то сделайте. И вот хоть что-то – это значит, начинается поиск путей, куда можно этот адреналин выпустить. Это про агрессию, про то, что сорваться на близких, раздражиться и так далее. Напряженные мышцы – то же самое. Организм готовится к тому, что нужно сжаться. У многих, я замечал это в своей психологической практике, это спина, зажимы возникают в спинах. И те, кто не может что-то проговорить, как-то свой страх, злость выговорить, это мышцы лица. Вот знаете, где у нас скулы идут? Вот когда сжимаешь их очень сильно, вот желваки играют, говорят иногда, то есть вот эти мышцы, они очень сильно зажимаются. Это прямая-прямая отсылка к тревоге. Плохой сон, ну как всегда, тут все понятно, некие фобии, страхи. И перфекционизм. Перфекционизм – это тоже такая нехилая тревога. Простите, слово нехилой, но это так и есть, потому что когда человек проявляет перфекционизм, то есть все должно быть четко. Спрашиваешь, а что будет, если ты не четко это сделаешь, вот допустим, ты чего-то пропустишь. И тот человек тебе может рассказать, что будет что-то ужасное, страшное, что конкретно рассказать не может. Ну прямой признак значит, что это тревога. Поэтому перфекционизм – это тоже очень такой интересный симптомчик. Сейчас мы с вами разберем некоторые возможные предпосылки страхов и тревог. Перед этим посмотрим один замечательный ролик. Наверняка вы его знаете. И боже вас сохрани. Не читайте и дай беды с советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Ну, вот никаких и не читайте, собственно. То есть, во-первых, самый первый предпосылка, самая первая – переизбыток негативных новостей. Вот просто, вот просто первый. почему? Потому что, если вы посмотрите интернет, то больше всего, вообще статистика такая даже есть, что больше всего лайков, больше всего вообще каких-то именно откликов получают некие негативные видеоролики, новости, потому что народ сразу видит, начинает туда лезть. А хорошее – это значит, так и должно быть. В принципе, вот негативные новости и все, вообще практически все новостные каналы ими завалены. Абсолютно. И мой вам совет очень сильно это ограничить. Я принципиально отписался от многих пабликов в соцсетях, перестал смотреть новости, то есть, телевизор я не смотрю, разве что там что-то интересное прям совсем показывают, чего нигде нет. Смотрю через интернет, то есть, так я не смотрю, потому что, такое количество негатива рассказывают, это сразу же вводит в состояние паники, стресса, которые не соответствуют реальности. Для того, чтобы понять, я сделал достаточно простую селекцию, я сидел и отбирал. А что же мне взять, где действительно пишут адекватные новости, без вопли о том, что все пропало, шеф, что-то адекватное. Я нашел несколько каналов, я с вами делиться ими не буду, потому что у каждого свое. У каждого свое, и в целом я верю некоторым каналам в интернете и некоторым своим друзьям, потому что у них там есть какие-то свои каналы поступления информации и все. Людмила пишет, то есть нас сознательно запугивают. Не факт, у меня нет таких данных, вместе с тем это про вообще то, что поступает к нам из мира. Негативные новости они всегда больше нас цепляют и просто они больше схватывают, больше получают подписчиков, больше получают комментариев, соответственно, проще на них что-то сделать. Поэтому негативных новостей гораздо больше, чем позитивных. То есть нужно учиться разделять, что есть негатив, есть позитив и учиться этот позитив хоть как-то видеть. Второе, что может повлиять на возникновение у нас страхов, тревог, это опыт предыдущих поколений. Опыт предыдущих поколений, давайте я опять на своем примере расскажу, то есть бабушка у меня, она прошла войну и она всегда мне говорила, что хлеб нельзя выбрасывать, потому что вот войну хлеба не хватало, а сейчас вы, мол, не цените ничего и хлеб, вот почему-то выбрасываешь хлеб, даже если он зачерствел, даже если плесень какая-то появилась, там можно почистить его, сделать из него сухари, ну вот некий опыт таких, и она все время это транслировала. Мои родители тоже это впитали, тоже это мне транслировали, ну получается вот некий опыт, 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 все, что нам транслируют, мы даже можем это не осознавать, что мы взяли все это из детства, есть такое, есть. Следующая предпосылка возможная, это личный опыт, что это обозначает. Личный опыт это значит, что вот маленький ребенок, когда он подходит к плите, пальчиком так по комфорке горячий трогает, обжигается, начинает плакать, и он к этой плите уже подходит с опаской. Вот то же самое абсолютно. Наш личный опыт, мы один раз обожглись, все, туда не идем. Я занимаюсь спортом, самозащитой и рукопашным боем, и очень много людей приходят к нам, ну вроде как, вроде интересно, вот научимся защищать себя, но как только они получают какой-то удар, они после этого занятия в основном не приходят. Не все, но процентов девяносто, потому что у них личный опыт, оказывается, тут бьют, все, нельзя вот, чтобы меня били, а как же научиться защищаться, если ты не научишься падать, целовать, не знаю, просто хочу, чтобы меня не били, все. Ну, соответственно, те, кто занимается спортом, они прекрасно понимают, что без каких-то сложностей ничего не будет в любом аспекте жизни, вот личный опыт, он во многом настолько болезненный у людей бывает, что в принципе блокирует вообще все наше действие. Просто страшно, тревожно, мы никуда не идем. И еще одна возможная предпосылка прокрастинация. Прокрастинация, у нас в русском языке ее часто заменяют на слово лень, лень это на самом деле недостаток мотивации, то есть как таковых прям совсем ленивых людей я встречал очень-очень-очень мало. Просто человек не понимает, зачем ему что-то делать. Ну, просто сидит и не понимает. Соответственно, сидит, жизнь вокруг проходит и все там что-то делают, чего-то достигают и оказывается, что пока он сидел ничего не возникло, само собой. Ну, и все. В результате этого возникает прокрастинация, вот эта вот лень и как следствие страхи и тревоги. Тоже, если мы с вами рассмотрели, это основные причины. И вообще в целом вот этот страх, который у нас возникает, он во многом это страх ошибки. Ну, то есть эта тревожность, которая у нас есть, она очень сильно с ним связана. Мы боимся ошибиться, боимся что-то сказать, боимся что-то сделать. И в результате мы отказываемся вообще хоть что-то делать и говорим, что это невозможно. Ну, вот невозможно и все. Ну, невозможно. Просто невозможно. Боимся. Следующее. Мы иногда отказываемся продолжать работу при обнаружении ошибки. серии вот все уже, все, ничего не сделать. Ошибка есть, ничего не исправить. Ну, и некоторая блокировка при субъективном, я подчеркиваю, субъективном ощущении трудности. То есть, если я считаю, что это очень трудно, мне как-то тяжело с этим справляться, но, наверное, не буду делать. просто не буду. А то, что вы взялись, не буду, вот просто не буду. И первое, что нужно с этим сделать, признаться себе, что у вас есть некоторый страх, либо тревога, потому что ни с чем нельзя работать, пока вы не признаете, что у вас это есть. Признайтесь, что вот такие эмоции бывают. На самом деле, у нас так общество устроено, по крайней мере, в России, что очень страшно, как-то непонятно признаваться в своих чувствах. Да, 24-й покажу быстренько. Дарья, да, смотрите, если мы говорим про нашу страну, то в целом существуют определенные стереотипы, то есть женщинам в принципе можно свои эмоции проявлять, исходя из этих стереотипов, потому что считается, что женщины более эмоциональны, нужно проявлять свои эмоции, и с этим все ок. А стереотип мужчины в нашем обществе, это какой-то каменный спалин, за которым можно спрятаться, на которого можно опереться, и если он говорит, что ему страшно, ну, это очень странно. Понятно, что абсолютно разные есть ситуации, абсолютно разные есть люди, подходы, но стереотипы общества, они таковы, и пока это все не меняется. Я не говорю о том, что это плохо, я не говорю о том, что это хорошо, просто так есть. Мое отношение к этому достаточно своеобразное, то есть можно в разных ситуациях быть абсолютно разным. Я за гибкость, которую пытаюсь вам сегодня рассказать. Окей, Дарья, с вашего позволения нужно идти дальше, я вам буду сейчас рассказывать про мотивацию. Помните, недостаток мотивации очень важный момент, потому что не совсем мы понимаем, зачем нам что-то делать. Мотивация это наша причина действий, вообще причина всех наших желаний. Это также то, что заставляет людей повторить свое поведение. Но тот же маленький ребенок, он постоянно падает, встает, падает, встает, падает, встает. У него есть некая мотивация, он хочет изучать мир. Если он не хочет изучать мир, это очень странный ребенок. Что-то с ним не то. И в целом мотивация бывает как положительная, так и отрицательная. Напишите, пожалуйста, в чате, кто считает, что важнее положительное, у вас плюс, а кто считает, что отрицательное, у вас минус. Плюс, минус, в основном плюсики. Важна и та, и та. Мотивация Александра пишет. Спасибо вам. Минус, плюс, 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 больше плюсиков. Вот Сергей написал плюс-минус. Отлично, отлично. На самом деле, скажу, что вы все правы, то есть важна и такая, и такая мотивация. Абсолютно важна и такая, и такая. Почему? Потому что часто бывает так, что, ну, допустим, у меня с детства, вот у меня отрицательная мотивация с самого детства. И я очень долго пытался поменять себя на положительную, ну, сделать таким образом, чтобы я шел за целями каким-то образом, за прекрасным вдалеком, и полностью уйти от отрицательной. Но у меня так не получилось, потому что в каких-то случаях отрицательная для меня работает прекрасно. Вот когда я понимаю, что осталось два дня на написание отчета, о, как это действует, это прекрасно действует. В целом, очень классная штука, то есть можете использовать и ту, и ту. Есть вот такая прекрасная картинка, которую я очень люблю. Используйте ту мотивацию, которая для вас работает, но для постановки долгосрочных целей я рекомендую вам использовать положительную. Положительную, потому что она ведет нас, она более интересная. Даже когда вы себе ставите цели, цели всегда должны быть положительные. Потому что если мы говорим «я не хочу испытывать стресс», допустим, то вместо стресса можно испытывать страх, гнев, ненависть, депрессию. «пожалуйста, выбирайте, что хотите». Нужно всегда уточнять, что мы хотим вместо. То есть если мы говорим, что мы не хотим чего-то, можете использовать что-то другое вместо. Ну и, соответственно, ослик у нас либо бежит за морковкой, либо бежит от морковки. Выбор за вами. Я иногда бегаю от морковки, меня это устраивает, это мой осознанный выбор. Если мы говорим про то, что нас может поддержать в сложные моменты, это ресурсы, которые у нас есть внутри и снаружи. Вообще ресурсы личности, они бывают внутренние и внешние. Внутренний ресурс, давайте, вот внешний мы не будем особо рассматривать, внутренний рассмотрим, как раз-таки будет следующий слайд. Что ж такое, ну давайте приведу несколько примеров внешних. Внешний это связи, деньги, дом, квартира, знакомства, друзья, это все внешние ресурсы, то есть это то, что не всегда с нами. Ну то есть как пришли, так и ушли. Если мы говорим про внутренние ресурсы, это некий наш запас автономии, то, что всегда с нами. Сейчас приведу вам примеры, я сразу скажу, что это не полный список, это просто некий пример. Во-первых, это наша самооценка. Куда бы мы ни уходили, она всегда с нами. Во-вторых, ресурс очень важный, позитивное мышление, гибкость, интеллект, здоровье, это все наши ресурсы. Сила воли, терпение, у кого-то это может быть вера, духовность, абсолютно разные. Опыт наш, мы от него тоже никуда не уйдем. Цели по жизни, они тоже наши, они нас вдохновляют. Есть еще такое понятие, как предназначение, то есть что-то глобальное, к чему мы идем. Если наши цели мы достичь можем, то предназначение это зачастую какой-то недостижимый конструкт, мы к нему можем идти, 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 это некая миссия, вот миссия, предназначение, они немножко отличаются, то есть то, к чему мы идем, но скорее всего никогда не достигнем. Еще всегда с нами наши навыки, ну и какое-то доверие наше к себе, это тоже очень важно. Это навыки, это некоторые наши ресурсы личности, которые с нами. и я вам предлагаю сделать небольшую практику, распишите пожалуйста, напишите списочки своих внутренних и внешних ресурсов, то есть у вас будет список внутренних ресурсов и список внешних ресурсов. Время на выполнение этой задачи у вас будет 10 минут, соответственно через 10 минут я вам просигналю, по порядку вопроса рассмотрю, пока есть время. Сергей пишет «Как избавиться от аффективного консерватизма?» Во-первых, дневник эмоций, который мы будем разбирать чуть подальше, я просто не помню, Сергей, это вы тот Сергей, который были вчера? Если да, то вы знаете, дневник эмоций есть, если нет, тогда будем разбирать чуть попозже. Ну, вот, как раз вы уже знаете, то есть нужно отдавать себе отчет и понимать, что вместо него, вот, что вместо вот этого состояния можно делать, когда вы подвисли? Что можно сделать вместо? Учить переключаться. Это ключевой навык, то есть учить переключаться, заняться другим специально, не ждать, пока придет настроение, а специально этим заниматься. Так, 28-й слайд, давайте переведу обратно, 28-й слайд, вот этот, насколько я понял, да, 28-й, да, вывел. Так, 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 Анна Николаевна, расскажите еще раз, что относится к внутренним, что к внешнему. Внешне это что-то, что мы с собой взять всегда не можем, что не всегда при нас, то есть деньги у меня лежат либо на счете, либо лежат в кошельке, соответственно, я в них не купаюсь, как с Круз Маджак, Макдак, я могу их потерять, давайте будем честны, объективно, могу их потратить. Моя самооценка, гибкость, интеллект, это все всегда при мне. Вера, терпение, сила воли, это все всегда при мне. Это никуда не уходит. Да, видео будет, видео идет. Что можно отнести к внутренним ресурсам? Ну, смотрите, вот списочек примерный, все остальное вы можете придумать себе, вот что вы считаете внутренними ресурсами, что всегда при вас. Можете использовать. Коллеги, давайте я еще раз проговорю, возможно, есть какие-то технические сложности, запись ведется, запись вам будет предоставлена. В любом случае, если у вас были какие-то вопросы, которые вы не смогли разобрать за время нашего с вами вебинара, сможете мне написать на почту, она у меня есть в личном кабинете на сайте. С удовольствием вам всем помогу, с вами поговорю. То есть, никто из вас, скажем так, не уйдет без ответа. В любом случае, будет важно, полезно. Если даже сейчас не получится, ничего страшного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! коллеги, так слышно меня? По идее, да. Отлично. Спасибо вам большое, что дали сигнал. Отлично. Отлично, спасибо вам большое. Смотрите, запись будет, вам все пришлют, это все есть, я все прислал коллегам. Предназначение – это то, что не ищется за 2 секунды, то есть это про некую нашу практику, то есть мы всегда идем, делаем, пробуем, смотрим, что нам нравится, что не нравится. Иногда предназначение – это даже что-то, что не нравится, но просто мы, это вот как кто-то из вас написал, слово «надо», вот просто «надо» делать. Вот, допустим, с тем же обучением, я когда Бауманку закончил, я даже не думал, что я буду работать бизнес-тренером, в принципе, психологом, коучем. Очень странно, потому что я с людьми не мог общаться в принципе, вот в принципе никак. Я не мог ни поговорить, ни что-то сказать, выступить перед аудиторией, там перед одним-двумя человеками – это было просто адской мукой. И, ну, со временем я понял, что да, это нужно прорабатывать. Мне очень не хотелось, но потихонечку, полигонечку все проработал. Вот сейчас впервые провожу вместе с вами такой огромный вебинар с удовольствием, счастьем и с неким волнением, с которым тоже справляюсь и рад я ему абсолютно. Пробовать, стараться, смотреть. Если мы говорим, вот Арсен пишет, самооценку и веру тоже можно потерять. Да, но у нас его, вот эту самооценку и веру забрать, скорее всего, никто не сможет. Ну, просто вот подойти и забрать что-то материальное, да. Это в целом в основном остается при нас. Понятно, что существуют ситуации, когда это может уйти. Тоже здоровье у нас могут отобрать, давайте вот будем честны. Сила воли, терпение, гибкость, опыт, доверие тоже все может пропасть. Но, если посмотреть вообще глубину вот этих вот отношений некоторых, то это наш выбор. Мы выбираем свою самооценку, мы ее ставим. Она определяется не внешними обстоятельствами. Та же вера, существует огромное количество людей и свидетельствуют, что люди за веру шли на костер. Она оставалась в любых обстоятельствах. Поэтому человек сам выбирает отдать ее, либо не отдавать. Надежда пишет, что за вебинар был вчера? Вебинар был по стрессу. Разбирали, что за стресс был, как с ним работать, что делать. Так, Андрей, какую кафедру закончили? РК-9, автоматизация производства. Николай, привет, СРЛ-2. Вам тоже привет. С-7. Очень приятно. Отлично. Слушайте, у кого не выслали, давайте будем чуть позже разбираться, потому что сейчас 15.01, 10 минут у нас истекло. И этот список – это некая помощь вам. То есть вы всегда будете способны посмотреть этот списочек и для себя понять, на что вы можете опереться. Потому что ресурсы очень важны часть нашей жизни. Ну, как сейчас Россия за счет ресурсов во многом живет, вот мы тоже должны жить за счет ресурсов. Возможно, немножко каких-то других, чем нефть и газ. Тем не менее, мы должны хотя бы знать, что они у нас есть какие-то. И в случае проблем мы сможем к ним обратиться. Следующее, что мы с вами изучим, это один из способов, как вообще можно работать со волнением, со стрессом. Это способ про будущее. То есть постановка целей. Цели мы ставим, я вам рекомендую, методика под названием SMART. SMART наверняка большинство из вас ее знает. Я уточню, расшифровок очень большое количество. Я уточню ту, которая мне нравится. Потому что дальше у нас с вами будет практикум. И нужно будет ставить цели по SMART. Соответственно, SMART – это просто такая аббревиатура. На русский язык она как таковая особо не переводится. Переводится каждый из этих букв. Что мы делаем? То есть буковка S – это конкретная. То есть цель мы ставим конкретную. Если мы хотим дом, то дом у нас должен быть, допустим, двухэтажный, 200 квадратных метров, две ванны. Описываем, что где находится, сколько кроватей, собака, кошка. Все описываем. Описываем, где располагается. Из чего сделан. В какой цвет покрашена детская. В какой цвет покрашена кухня. Из чего полы. Чем больше конкретики, тем лучше. У вас это в голове будет. Второе – это измеримая. То есть цель должна быть измеримой. Мы должны ее в чем-то померить. Ну, грубо говоря, вот тот же дом, он у нас измеряется в деньгах. Ну, либо в… Если мы говорим, что время равно деньги, то он измеряется во времени, которое мы на него потратим, чтобы заработать. Это тоже достаточно просто все считается, потому что как только мы переходим к какой-то конкретной цели, она у нас расписана, все становится сразу понятно. То же самое. Очень важный момент. Важно понимать, цель достижима или нет. Потому что достижима, вот из серии «Я хочу сейчас полететь на Марс». Простите, на Марс еще никто не летал, и в ближайшее время, в ближайший месяц точно не полетит. А если я хочу прям сегодня вечером полететь, это невозможно, это недостижимо. И всегда, тут такой тонкий момент, берите цель чуть-чуть больше достижимости. Ну, то есть, чтобы она была практически недостижима. Иначе это вас не будет мотивировать, вы расти не будете. Ну, понятно, что обычных целей тоже можно набрать побольше. Тем не менее, какие-то важные очень не забывайте. Следующая, значимая цель должна быть. Что это значит? Цель должна быть значимой, потому что именно для вас значимой. Если она для вас не важна, то делать вы ее будете. Либо спустя рукава, либо вообще никак не делать. Это как самый часто приводимый мной пример, это родители, дети в семьях, где мама с папой, допустим, инженеры, либо медики. А если еще бабушка с дедушкой, говорится, что это у нас традиция, у нас семейная, значит, ты тоже идешь в инженерный вуз. И прекрасно. То есть, неважно, что ребенок хочет, просто его даже с детства воспитывают так, что он идет в инженерный вуз. Все. Но и для этого для него незначимо. Цель должна быть значима для вас. Ну, естественно, цель должна быть ограничена по времени. Потому что если я хочу дом, я все расписал, все замечательно, все прекрасно. Но если я его получу в 90 лет, я, конечно, не такую радость большую испытаю, как если я его получу через лет 5-10. Все должно быть ограничено по времени. Так, давайте, чтобы не потерялись вопросики. Андрей, скажите, пожалуйста, запись семинара по стрессу можно будет посмотреть, если я на него не регистрировался. Да, Дарья, думаю, что можно. Напишите по адресу инфо собачка специалист. Скажите, попросите. Вас там, я думаю, зарегистрируют, скинут вам в любом случае. Если нет, свяжитесь со мной по почте. Я вам как-нибудь ее перенаправлю, либо в вашу козлу перенаправлю. Вера написала очень хорошие ресурсы. Спасибо вам большое, Вер. Юлия пишет в комментариях, цель достижима или нет, это проблема определить, так как мы можем, не веря в себя, отказаться от цели. А на самом деле мы очень даже могли ее достичь. И наоборот, мы думаем, что можем, а получишь фиаско. Да, это действительно так. Это про самооценку. И понять, где действительно наша самооценка адекватная, можно только пробуя. И вот эти вот разочарования некие, то, что мы получили фиаско, то, что мы смогли, не смогли, отказались, всегда это наш выбор. И это некие последствия для нас. Даже если мы не делаем выбор, это все равно выбор. Вот я сейчас сижу дома, и я выбираю сидеть дома. Выбираю не идти на улицу. Многие думают, что если я ничего не делаю, значит, я выбора не совершаю. На самом деле нет. То есть всегда выборы, мы всегда учимся. Вопрос в том, какие выводы мы делаем из того, что происходит. Модель Smart, как я уже говорил, имеет множество расшифровок. Берите ту, которая вам нравится. Это все будет в вебинарчике, в записи посмотрите. Я, допустим, говорю, что, допустим, буква S должна быть конкретной. Кто-то говорит, что это сагниферис, сагниферис значимо, стрейчинг сложная, симпл простая. Как хотите. Вот что хотите, используйте. Больше всего, конечно, расшифровок по пути. Тайм-баунд есть, тайм-ориентед, тайм-бейст, тайм-ли современная, тайм-типл с графиком выполнением. И так далее. Выбирайте, что вам нравится. Вот что захотите, то выберете. И сейчас я вам дам очень хороший инструмент, который помогает работать со своими целями. И в целом, если вы его освоите, очень хорошо их достигать. Этот инструмент называется «Четыре вопроса планирования». Вы садитесь и задаете себе вот эти четыре вопроса. Мы либо кто-то вам задает. Первый вопрос. Что я хочу? И что я хочу, формулируйте в формате вот этого смарта. Второе, что вы делаете. Как я этого достигну? То есть, описывайте последовательность действий. Третье. Ваши ресурсы, что вам пригодится, как внутренние ресурсы, так и внешние, для того, чтобы этого всего достичь. И четвертый пункт. Как я пойму, что я этого достиг? То есть, какие-то критерии достижения. Сейчас, поскольку у нас достаточно большое количество человек в чатике, давайте сделаем следующим образом. Я бы хотел практику с кем-то провести, чтобы посмотреть. Напишите, пожалуйста, кто обладатель веб-камеры, кто со мной сможет поговорить, во-первых, и у кого есть какой-то запрос. Поскольку у людей много, не обижайтесь. Но если будет много людей, не обижайтесь, я выберу просто тогда. У нас будет еще одна практика. Окей. Давайте тогда, раз Снежан отписал. Снежан, две секундочки буквально я отвечу на вопрос Павла. Что делать, когда долго не можешь понять, что хочу? Понятно то, чего не хочу. Слушайте, вы начинаете делать хоть что-то. То есть, это знаете, как сразу появляется. то есть, я не хочу делать вот это. Делаю вот это. Ага, этого я тоже не хочу. Окей. Стало больше понятно, чего вы не хотите. Сделали еще что-то, стало больше понятно еще, чего вы не хотите. Таким образом, у вас вот это вот пространство того, что вы не хотите, оно растет. А пространство того, что вы хотите, уменьшается. И вам становится более понятно. И уже каждый раз становится понятно. Более понятно, понятно, понятно. Окей. Снежана, прошу вас, подключитесь. Включите, пожалуйста, ваш звук. Хочу вас услышать. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте с нами вы. Отлично. Давайте тогда мы ради примера разберем с вами какой-нибудь ваш запрос. Скажите, пожалуйста, начиная с первого вопроса планирования. Что вы хотите? Я иногда себя чувствую такое, может быть, это возрастом, более такой мягкой, женской, не хочется такого. Поэтому я бы вообще хотел бы определить внутреннее настроение с каким-то вопросом. Ага. А запрос-то в чем ваш? Так. Что хотите? Запрос построить для себя сейчас цели на основании этой системы, что у меня плывет. Потому что как таково-то меня, как бы я для себя не могу какие-то цели построить. Ага. Окей. Давайте тогда я вам небольшие вопросики позадаю. И тогда мы с вами на какую-то небольшую промежуточную цель выйдем, чтобы было проще разбирать. Сразу же вот благодарю вас за то, что вы озвучили такую цель. Она про... Да, сейчас верну предыдущий слайд. Есть цели, которые могут показаться достаточно абстрактными. Ну, то есть, кто-то говорит, что не может себе поставить цель. Кто-то говорит, что я хочу мир во всем мире. Кто-то говорит, что я хочу, чтобы дети в Африке не голодали. Такое тоже бывает. Я здесь привожу очень грубый пример, но он очень показательный. То есть, если вы не хотите, чтобы все дети в Африке голодали, вот эти все дети умерли. Они не голодают. Вы довольны? Все таки, нет, 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 я же не того хотел, не того хотел. То есть, это про, понимаете, то есть, про конкретику. И если я вас правильно услышал, вы сейчас руководителем работаете. Вместе с тем, что вас в этом напрягает или не напрягает, какое слово подобрать можно? Я понимаю вопрос, что это сложно переключаться постоянно на... Одну минуту. Я перезвоню. То, что сложно переключаться, исходя из того, что на работе мне приходится все-таки конкретно и жестко доносить, да? А дома я хочу как бы иметь сильного мужчину, быть славой и не хочу в таком формате. Я правильно понимаю, что я правильно вас услышал, что в целом работа вас устраивает и вы не хотите ее менять? Ну, вообще, в целом, наверное, да. Но как бы семья для меня важнее. Окей, семья важнее. Вы не возражаете, если мы в этом направлении немножко пойдем? Давайте, хорошо. Окей, ну, просто вы обозначили. Мы сейчас пытаемся понять, что для вас важнее. Мы пойдем туда, где важнее. Соответственно, если бы вы сказали, что работа, тогда бы мы пошли в работу. Если вы говорите, что семья, вы очень честны с нами, спасибо вам большое. Это про семью. То есть, а что вы с семьей-то хотите? Нормальный, хороший. Хочу сильного мужчину, который рядом со мной. Я не хочу брать на себя мужские обязательства, какие-то состояния жилья для семьи, для настроения такого материального достатка. Я считаю, что это было решать мужчину. И как бы женщина должна идти за мужчиной. Ага, я просто хочу поговорить о нормальном мире. То есть, мне хотелось бы понять конкретику, то есть, что вы хотите. То есть, некие отношения, это всегда плюс-минус союз мужчины и женщины. Соответственно, вот, наверное, это поиск некоего партнера, да? Либо разговоры уже с текущим партнером. Нет, у меня есть партнер, да, я была замужем 5 лет. И мы с моим супругом, в общем, развелись скорее из-за того, что мы были не семьей, а именно какими-то партнерами, они вечно работали. То есть, это были заработки квартир, машин, там, еще чего-то. И я, как бы, до себя немножко поменяла приоритетность этого всего. Я вас понял, окей. А скажите тогда, пожалуйста, то есть, можно ли это назвать неким поиском вот именно такого партнера? Ну, можно. Итак, если сформулировать цель, какая она будет? Нет, стоп, секундочку, у меня есть партнер, который, ну, как бы, меня устраивает, просто мне сложно, да? Он именно под тот запрос, который я хотела, хочу сейчас, да? То, что я женщина, ну, мне сложно исходить из того, что, да? То есть, элементарно мне иногда говорят у себя интонация даже. Вот, и исходя из этого, хотя меня все абсолютно устраивает, вот. Но, скажем так, я не могу переключаться с работы, так, наверное, это должна быть более женская профессия, я бы всегда додумала. То есть, понимаете, о чем я говорю? Смотрите, можно ли сказать, что в целом, если вы довольны своей работой, вас смущает момент вот этого переключения, да? Да. Вы над ним хотите поработать? Ну, давайте попробуем над ним, я никогда не задумывалась вообще, возможно ли проработать, мне казалось бы, это характер. То есть, исключение, как бы вы его сформулировали, что это такое, вот если в конкретику уходить? Мне сейчас пришла в голову гибкость изначально, вы там говорили про гибкость? Гибкость, окей. И если ставить цель по смарту, то что вы хотите с диской тогда, наверное. Так, а в смарте там много всего? Конкретное, измеримое, значимое, ограниченное по времени? Я хочу быть диской во всем, наверное, да. Я очень компроводима во всех взглядах. Наверное, да. Окей. По времени. Сейчас, боюсь, что это прям вот сразу недостижимо, боюсь, что вас расстроил, тем не менее, какой-то период должен пройти, чтобы вы привыкли, потому что, если вы всю жизнь живете в одной и той же парадигме, перейти к другой потребуется время. Хорошо, давайте сделаем... Какой адекватный срок? Месяц. Месяц, то есть 3 мая 2020 года. Я прав? Угу. Окей. 3 мая 2020 года вы хотите стать более гибкой. Есть какие-то критерии вот этой гибкости? То есть, что вы делаете конкретно? То есть, вот представьте, что вы уже гибкая, да? Что вы делаете? Так, ну, я делаю все, что говорит. В плане дома я, как бы, стараюсь не спорить. Как-то в свое время более мягко говорить, слушать, припушиваться, и где-то даже... Ага. ...вомного. Угу. Две секундочки буквально, коллеги, я прошу прощения, то есть мы сейчас достаточно личные вещи разбираем, поэтому я прошу вас, может быть, это очень грубо прозвучит, комментарии, это давайте вот вы при себе их оставить, потому что каждый человек, он разный, и мы не вправе судить, как-то рядить. то, что человек хочет, он делает, все. Соответственно, давайте таким поступком. Да, я еще на секундочку скажу, для тех, кто здесь сидит, мне 27 лет, я сама себе купила квартиру. Не надо, не надо еще говорить. У меня все прекрасно есть. И при этом, при всем, я прислушившего мужчину, я считаю, что это вполне нормальный. Жанна, вернитесь ко мне. Ну, я просто переставляю эти сообщения. Жанна, вы меня слышите? Да, да. Окей, вернулись. То есть у нас сейчас не какое-то публичное выступление, давайте мы комментарии вот-вот-вот там оставим, мы с вами сейчас разбираемся. Мы сейчас рассматриваем сам метод. Давайте. Итак, значит, гибкость. Вот мне озвучьте конкретику, вот что за гибкость. То есть что вы делаете без частицы «не». То есть вы несколько раз сказали «не». Так, что я делаю? В данном случае я делаю так, чтобы, ну, в очередь где-то своей работе, без своему развитию, я делаю так, чтобы мой муж нынешний, он больше добивался, чем я. И где-то, если для удобства временного и территориального, я понимаю, что для него это будет важнее, я ставлю наперед его различия. Даже для меня это внутреннее, что, ну, как бы я этим снимаю всегда ответственность, какое-то решение глобальных вопросов в семье. Окей, окей. Как это можно достичь? Второй пункт. Вот, знаете, это, наверное, только отказаться от работы, потому что у меня достаточно строгий характер и, как бы, погибаясь, это, если даже можно так назвать, но я это не считаю таким методом. Я всегда... Юля, смотрите, ой, простите, Сижана. Сижана, давайте сделаем таким образом. Вы, на самом деле, очень хорошо пришли. Давайте поступим следующим образом. Поскольку вы ушли, скажем так, в один момент, то есть говорите, что по-другому никак нельзя, у меня к вам будет домашнее задание. Вам нужно написать 25 вариантов того, как стать более гибкой. 25 минимум. Мою почту найдете на сайте специалиста, присылайте, это вам домашнее задание до... Давайте на неделю. Вот вы поставили. Давайте на неделю, то есть 10 апреля. Жду от вас письма. 25 штук. Окей? Да, да. Спасибо вам большое. Тогда давайте возвращаться к тренингу. Спасибо, что вы участвовали. Очень важно было, спасибо. Да, коллеги, бывает и так, что действительно в какие-то моменты мы уходим... Ну, как многие коллеги писали, бывает так, что непонятно, что поставить, непонятно, что обсудить. Снежан, будьте добры, пожалуйста, камеру выключите, чтобы мы вот видели немножко другое. Когда сейчас перешли именно к вопросам планирования. Мне бы очень хотелось сейчас, чтобы вот вы все остальные разобрали на своем примере. То есть, чтобы у вас была некая практика. Попробуйте для себя описать по вот этим четырем вопросам планирования какой-то свой запрос. Естественно, вы сможете меня спрашивать в чатике. Будем разбираться. Пишите, что хотите. Можете начать с какой-нибудь небольшой, маленькой задачи. Как этого достигнете? Какие ресурсы вам для этого понадобятся? И очень важно, как поймете, что достигли этого. Попробуйте, посмотрите. Это некая проба, чтобы вы попробовали. И очень важный момент, вот благодаря снижанию выплыл один, скажем так, момент, когда мы просто даже не знаем, что написать. Такое тоже бывает. И гибкость подразумевает, что вы садитесь и пишите, 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 пишите. Поначалу очень сложно придумать хотя бы один вариант. Как с этим справиться? Постоянно спрашивайте себе себя, как еще, как еще, как еще. Ну, то есть, в целом, когда я учился коучингу, там задавали не 25, а 75 вариантов. Поэтому сидите и можете написать 75. Где-то после 50-го приходит уже вдохновение, прекрасные варианты, о которых даже никогда не думал. Давайте мы с вами стартанем. 10 минут, я думаю, что достаточно для этого. 15.35, мы снова продолжим. Кто-то из вас пишет, как просидеть 30 дней на карантине. Просидеть, ну, поскольку мы по смарту формулируем, просидеть на пятой точке. Конкретно. Вот мы сидим, я вот сейчас сижу, иногда буду вставать и ложиться на постель, чтобы поспать. Иногда буду переходить на стул, чтобы покушать. Что-то более конкретное нужно. Что значит просидеть 30 дней на карантине? Это очень немножко такой размытый вопрос. У кого возникают какие-то затруднения с тем, чтобы поставить, что хочу, либо как-то немножко расплывчато получается, можете писать в чатик, будем разбираться. Как начать все сначала, что все? Ну, то есть конкретно, вот представьте, чтобы объяснять, я не знаю вашу жизнь. Что все начать сначала, жизнь, а родиться заново не получится. Я думаю, что вы знаете про это. То есть родиться не получится заново каким-то образом, придется что-то делать с текущего момента. Большая проблема, понять, что хочу. Сергей, смотрите, Сергей. Вот Оксана написала. Пробовать нужно. Вот нужно пробовать. Если вы пробуете, вот это понравилось, это не понравилось, это пробовать, пробовать, пробовать. Вы сразу, у вас, чем больше вы пробуете, тем больше у вас выстраивается вот этот момент, что вы будете понимать, что не хотите, что хотите. Только пробовать. Оксана пишет, цель надо сформулировать или вопрос на засыпку задать? формулируйте цель себе ну то есть что вы хотите и потом идете по вот этим вот четырем уже точнее пунктам так окей как не сойти с ума в карантине книги читаю фильмы смотрю на много энергии окей смотрите тогда более конкретный к вам будут вопросы что значит не сойти вот не сойти с ума а что вместо этого сделать я вам буду надоедать очень сильно потому что я буду спрашивать что вместо этого то есть не сойти с ума а что сделать а стали очень тревожные анастасия когда все четыре пункта готовы ну выдыхайте у нас есть некоторая пауза тогда для вас можете отдохнуть посмотреть так юрий хочу стать программистом с окладом ты 100 тысяч рублей за полгода отлично юрий единственно что цель чтобы более конкретная была поставьте конкретную дату не просто за полгода потому что я завтра проснусь у меня тоже будет написано через полгода послезавтра через полгода если я запишу на бумажке то есть конкретная дата когда это будет понятно так если знаешь куда идти все равно делай шаг да 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 заряна точно знаю чего хочу хочу построить бизнес уже два года начинаю не очень получается что тормозит не могу понять что тут нужно проанализировать по этапам где тормозит разбить на какие-то более простые маленькие участки чтобы вы поняли где тормозит что тормозит разбиваете на маленькие смотрите инструмент я вчера предлагал уже под конец называется колесо баланса и вот поэтому колесу баланса построите свой бизнес посмотрите там 8 кусочков будет и вы сразу поймете что не так что так 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 юлия пишет я боюсь пробовать так как боюсь потерять то что имею юлия мы будем разбирать формат маленьких шагов если вы то юлия что было вчера это вы уже знаете сегодня более подробно чуть-чуть разберем посмотрите то есть маленькие-маленькие шаги и в этом плане очень помогает мотивация то есть если вы себе не простроили ресурсы то на что можно опереться понятно что все уходит вот допустим как оксана пишет попробовал понравилось потом не хочется ну ок это про мотивацию так есть мотивации нет значит нужно работать с мотивацией с ресурсами так 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 сергей заняться спортом отжимания приседания энергию туда как вариант сергей я вот юрий допустим да как раз спасибо вам большое юрий дописали точную дату сергей действительно спорт помогает я тоже пробую потому что периодически вот с утра сегодня что-то было мне тревожно непонятно почему видимо после чтения новостей советских газет взял гильку потягал раз раз то поднял до сюда все нормально адреналин вышел мышцы устали все хорошо все замечательно я доволен действительно спорт помогает то есть если тревожитесь одно из один из советов вообще для ораторов даже для тех людей которые занимаются публичными выступлениями перед выступлением по приседать немножко выплеснуть энергию прекрасно работает вера найти новую работу зарплату от 150 тысяч рублей с хорошим руководителем до 1 сентября 2020 года спасибо вам большое вера вы распишите поподробнее что за новая работа то есть любая работа и что значит хороший руководитель потому что у меня хорошие это одно у вас хорошие это другое расписывайте конкретно то есть руководитель обладает вот такими-то компетенциями как вы это поймете тоже будет четвертый пункт новая работа в какой области конкретика светлана нам пишет а если что-то начал делать понимаешь что не хочешь уже этого делать но жалко бросать и все вокруг говорят что надо довести начатое до конца но на это уходит много сил который мог бы направить другое русло тут очень важный момент вы отметили действительно спасибо вам большое за это окружение может нас очень сильно тянуть вы понимаете в любой момент вот вам это нужно или не нужно то есть вы во многих вещах договоры ни с кем не подписываете но вот просто не подписывайте что вы обязаны это сделать ну то есть но да мне бы очень хотелось чтобы вы это сделали но если вы это не сделаете но это же ваш выбор отказаться всегда мы вольны это знаете как много фильмов может быть не очень красивый пример про сбежавших невест когда они там стоят около алтаря и просто передумала ушла стресс нахватил ну вот тут вы понимаете зачем вам это нужно то есть если вы хотите потратить силы чтобы эти люди были спокойны вокруг вас ок если нет значит нет это про умение быть в ресурсе и уметь выдержать вот эту агрессию либо давление начинается с маленьких шагов пробуйте пробуйте потихонечку заряна пропустила вчерашнее колесо пересмотрю в записи колесо мы не разбирали просто вот само название в принципе увидите то есть колесо баланса вбиваете в интернет прекрасно прекрасно оксана как работать с мотивацией прямо до слез оксана николай вес гири 24 килограмма николай а как приучить себя к спорту неоднократно покупал абонемент ходила через не хочу но и скучно там и не интересно мне тоже было ужасно скучно я поэтому не хожу в спортзал как таковой потому что мне не с кем ходить я вообще компанистный человек и мне пришлось найти друзей вот во первых я когда пришел на занятие рукопашным боем там был прекрасный тренер и я считайте ходил не за тренировок из-за него потому что очень хороший человек контакт мы очень подружились и потом когда он ушел он пошел на директорскую позицию он принципе раньше был директором то есть вот для нашей группы преподавал но он получается пошел и и что-то мне было лень ходить на самом деле я коммуницировал со своим хорошим другом с этих занятий мы сейчас занимаемся отдельно пока это карантин не занимаемся конечно но так мы занимались прекрасно работает то есть если не получается найдите себе кого-то это знаете как круговая порука положительная сторона мне помогает так снежана пишет да 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 спасибо вам большое снежан действительно восемь сфер прекрасно работает очень хорошо помогает алена хочу стать и чар специалистом чтобы помогать людям находить себя и место работы с нового 2021 года алена спасибо вам большое очень классная у вас цель очень хороший запрос для того чтобы сделать его еще лучше сформулируйте что значит и чар специалист в какой компании хотя бы помогать людям это в принципе очень хорошая у вас мотивация очень такая положительная прекрасная снова 2021 года это значит поставьте дату то есть какого числа дарья андрей если цель стать успешным профессии преподаватель как сформулировать вопрос 4 представьте некое свое будущее ну то есть вы допустим выступаете находитесь в аудитории такой-то конференц-зал отеля хилтон какого-нибудь вокруг вас только-то человек то есть это некая цель которой вы идете вот что у вас в голове так юлия пишет алиона предлагаю вам попрактиковаться на мне и помочь мне найти работу слушайте прекрасный запрос вот пожалуйста юлия прекрасный специалист вчера мы разбирали как раз таки как работать с законами на все прекрасно усвоила если хотите помогите вот как раз таки будет польза людмила кроме пробовать какие еще методы определиться пробовать не подходит для выбора новой работы выбора спутника жизни выбора места жительства слишком ресурсозатратно но смотря как смотря сколько у вас ресурсов потому что выбор спутника жизни но кому-то везет у кого-то прям сразу появляются отношения первые я таких людей встречал у кого-то нет и человек сам выбирает то есть отношения это не про то что мы там идем и вот она любовь она упала на нас то есть это про то что мы строим отношения с человеком Как-то так. Это всегда некий компромисс, всегда выбор, всегда трата ресурсов. Это всегда будет. Выбор места жительства зависит от других вещей, то есть можно на примере выбирать. То есть как только вы начинаете выбирать с маленьких даже вещей, все равно у вас будет потом вылезать. Кроме пробовать, боюсь, что нет. В теории можно расписать, на практике все может отличаться. Лариса, желаю расти, изменить свое жизненное развитие по личному плану, новую специальность. Ну отлично, расписали, прекрасно. Так, обменялись почтами. Найти тот вид спорта, который приносит удовольствие, Анастасия пишет. Действительно, очень важно. Данный курс записи, после вам должна прийти ссылочка про спорт, понять, зачем ты это делаешь для себя, любимый тоже вариант. Оксана пишет, действительно, очень хороший комментарий. Не все цели в жизни в рамки критерия смарт можно поместить. Согласен с вами, Оксана. Действительно, не все, но многие можно. И вот эти цели, они действительно помогают. То есть, я не все действительно цели формулирую по смарту, потому что иногда не хочется, простите, просто не хочется. И смысла никакого нет. Действительно, в той же личной жизни я не всегда это делаю. Потому что иногда хочется побыть в моменте, чтобы что-то происходило неожиданное, просто чтобы другой человек что-то сделал. Такое тоже хочется. Так, последний вопрос. Перейдем дальше. Наталья. При описании подробных шагов, при ответе на вопрос, как достигну, на что конкретно обращать внимание. Обязательно ставьте срок. Ну, вот срок конкретный. Ставите срок. То есть, достигну. Я делаю маленький шажочек тогда-то, делаю маленький шажочек тогда-то, тогда-то. Мы сейчас разберем как раз-таки, вот как делать маленькие шаги. Там будет еще одна практика. Полина, еще один вопросик прочитаю. Как мне распыляться? Часто меняю планы. Ставите маленькие планчики и их соблюдайте. Маленькие-маленькие, буквально на день. Потом на два. Потом на три. Потом на четыре. И окажется, что потихонечку вы уже можете соблюдать. Спасибо вам большое. Так, идем потихонечку дальше. Следующая модель, согласно которой вы можете ставить перед собой цель и разбираться, это модель под названием Grow. По-английски это расти, рост, grow. И существуют две расшифровки. Тут, как обычно, это некая аббревиатура. То есть, Grow расшифровывается как Goal, Reality, Options, Will. Цель, реальность, варианты, намерения. Вы расписываете свой путь именно вот по этим вопросикам. Не вижу смысла оставаться здесь надолго. Перейдем к следующей расшифровке. Goal, Resources, Options, Why. Цель, ресурсы, варианты, смысл. Просто фиксируйте, просто все это фиксируйте, расписывайте. Суть в том, что не обязательно все делать по этой методике. Просто попробуйте использовать ее тогда, когда нужно. В этом и заключается гибкость. То есть, если мы подходим консервативно, получается, что значит мы ввели в себе новый какой-то шаблончик, по которому мы живем, что все наши цели должны совпадать вот поэтому. Используйте, когда вам нужно. Вот просто, когда нужно. Зачем вам использовать это всегда? Смысла никакого нет. Смотрите, поскольку вебинар у нас посвящен развитию гибкости, не вижу смысла не упомянуть о том, что вообще в специалисте есть курсы по развитию гибких навыков. То есть, вообще, как и таковой гибкости. Ну, понятно, что это будет некая реклама. Реклама с пользой вам будет. Софт-скиллс. Скиллс – это навык. Софт – это мягкий, гибкий. Есть также хард-скиллс. Хард-скиллс – это жесткие. Жесткие навыки – это физика, математика, химия, сопромат. Все-все-все, что можно как-то изучить и посчитать, оценить. Если мы говорим про софт-скиллс, в принципе, достаточно сложно это каким-то образом оценить. Ну, я, честно, не знаю. То есть, не я составлял вот эту табличку, почему здесь есть русский без ошибок. Я не знаю. Это не ко мне вопрос. Но вот смотрите, есть, допустим, развитие креативного мышления. Я веду. То есть, креатив как можно оценить? Он либо есть, либо нравится, либо не нравится. Развитие эмоционального интеллекта – то же самое. Наставничество, лидерство, стресс-менеджмент, ораторское искусство. Вот у меня скоро будет как раз-таки ораторское. Тоже прекрасный способ развивать свою гибкость. Потому что оратор – это человек, который постоянно под все подстраивается. Вот, допустим, как мы с вами начали сегодня разбираться. У кого-то подключается, у кого-то не подключается. У меня вылетает запись, еще что-то происходит. Ой, все по-разному. Все по-разному. И постоянно приходится подстраиваться. Это постоянный стресс, в котором я нахожусь, и мне комфортно. Оксана пишет, как расшифровывается О – это options-варианты. В целом, вот, можете использовать, можете приходить. Буду рад вас видеть. И хочу вас пригласить на курс, который будет являться непосредственным продолжением того, что мы сейчас с вами разбираем. И вчерашнего тоже. Это как побороть волнение и избавиться от страха. У кого есть QR-коды на камерах, можете считывать. Дата пока не поставлена. Просто берете, пишете там на специалист. Хотим на волнение копнену. Все. Попадаете ко мне, и все хорошо. С вами разберем. Что будет интересного на этом курсе? Ну, есть некие компетенции, которые вы изучите. То есть, будем знать, как использовать техники преодоления волнения. Поработаем вообще в некой позитивной с вами атмосфере и с людьми. Потому что сейчас-то понятно, вроде как мы удаленно. А так будет меньше людей. И я думаю, что с каждым мы проработаем, выработываем уже индивидуальные методики, как именно вам работать со стрессом. Вот как с ним работать, что с ним делать, как вообще в нем жить. Ну и после тренинга, конечно, надеюсь, что будете прекрасно себя чувствовать. Окей. Перейдем обратно к нашему вебинару. И я расскажу вам сейчас, для кого-то это уже будет повторение информации. Принцип малых шагов. Коллеги, смотрите, я вижу ваши вопросы. Мы их разберем чуть попозже, когда у нас будет небольшой перерыв на самостоятельную работу. Я все вижу, не пропущу, обязательно отвечу. Принцип малых шагов. И звучит он прекрасно, что даже путь в 1000 литв начинается с первого шага. Мы делаем небольшие и маленькие шажки, благодаря которым мы потихонечку приближаемся к нашей цели. И первое, с чего стоит начать, что, смотрите, мы с вами видим вот такой вот небольшой график. Это мотивация. И мотивация – это очень важный момент, который у нас все время скачет. Ну, то есть практически нет людей, у которых мотивация была бы постоянно. Даже у самых-самых-самых сильных, упорных, настойчивых людей всегда есть какие-то провалы, есть взлеты, падения. И мотивация идет вверх-вниз. Соответственно, если мы берем какую-то цель большую, тяжелую, она буквой А здесь обозначена, вот эта вот штрихпунктирная линия, то в какие-то моменты нам мотивации просто не хватит для того, чтобы ее выполнять. К разным эти моменты выделены. Если мы берем какую-то небольшую, маленькую привычку, цель, она прекрасно укладывается. И даже с небольшой мотивацией мы сможем ее выполнить. Второе. Повышайте частоту занятий постепенно и медленно. В этом заключается именно мощь небольших усилий. И тут я обычно привожу пример, что если вы хотите начать вставать на час раньше, то люди сразу так, вот я сейчас поставлю будильник на час раньше, просыпаются и так говорят, господи, я спать хочу, не будите меня, не трогайте. И получается, что просто хочется поспать, если сразу вводить что-то большое. А если представьте, что вы каждый день ставите будильник на минутку пораньше. Через месяц вы уже будете вставать на 30 минут раньше. Через два месяца на час. Да, понятно, что у вас это займет гораздо больше времени. Но на минутку в день это гораздо проще, чем на час. И скорее всего вы этого не бросите, потому что это гораздо проще. На минутку это не замечается абсолютно. Второе. Простите, третье. Разложите объем работы на части. Разбивайте по кусочкам, по кусочкам, по кусочкам. Это как занятием спортом. Если вам нужно провести в медитации 20-30 минут, для меня это очень много. Поэтому если бы я начинал заниматься, вместо 30 минут я бы разбил на 6 участков по 5. И посидел бы спокойно по 5 минут. Это вполне себе осуществимо. Бьем на маленькие части. Следующее. Если вы сошли с пути, продолжите занятие как можно быстрее. То есть если вы что-то пропустили, ну ок, бывает. Это про ошибки. Мы чуть попозже поговорим как раз-таки про них подробнее. Но ошибки. Если у вас возникают ошибки, ничего страшного. У всех бывают ошибки. Все ошибаются. Главное быстрее возобновить. Ну это знаете, вот как бывает. Ой, такая вкуснятина лежала в холодильнике. Я съел. Все. Диету можно не соблюдать. Потому что я уже все. Я уже поел. Нужно срочно еще съесть пару пирогов, пару тортов. Ну съел, да съел. Бывает. Но больше не буду. Потому что нужно идти дальше. И очень важный момент. Постарайтесь быть терпеливыми. Придерживайтесь того темпа, который вам свойственен. Которому вы можете следовать. То есть если мы берем вот такой график, у нас есть некая устойчивость. Есть усилие. Если мы прилагаем только усилие, мы очень быстро выгорем. Профессиональное, эмоциональное выгорание. Это не миф. Оно реально существует. А устойчивость мы сидим на диванчике, на стульчике, смотрим сериальчики. И прекрасно, замечательно себя чувствуем. А зона долговременного роста, она где-то посередине у нас. То есть мы формируем вот эти полезные привычки просто посерединке. Прилагаем некоторые усилия, но в том темпе, который нам комфортен. Окей. Коллеги, вчера это не было рассказано. Сейчас я вам... Хотя давайте мы с вами перерывы-то не делали. Давайте сделаем перерыв и как раз разберем вопросы. Перерыв у нас будет с вами до 16.00. В 16.00 всех вас жду, а пока что с вопросами разберемся. Так, 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 как не распыляться? Сейчас, так, это я ответил. Анна спрашивает, что будет, если не уложитесь в срок? Смотрите, поскольку вы разбиваете цель на какие-то маленькие кусочки, мы сейчас это будем разбирать. Вы будете понимать, что не укладываетесь уже на каком-то другом этапе. И если вы по-прежнему хотите эту цель продолжать, ну, скорректируйте срок, что поделать? Ну, вот так получилось. Это гибкость та самая. Вы гибко корректируете срок, потому что сразу его угадать в долгую, это практически нереально. То есть чем дольше наш срок, тем больше может произойти каких-то неожиданных событий. Как вылезти из нежелания разбираться с личной жизнью? Да никак, не разбирайтесь и все, Галин. Реально, то есть если вам не хочется, просто оставьте. Вот в сторонку положите, и в какой-то момент вам, может, захочется. Ну, то есть если вам действительно хочется, вы понимаете, что вот этот момент для вас важен, вы понимаете, что это важно. Но не то, что не хочет, не хотите, а боитесь. Разграничьте чувства. То есть если вы хотите, но боитесь, это одно. Если вы не хотите, то зачем это делать? Судя по вашему вопросу, возможно, у вас существует некая тревога. И как раз-таки вот с ней уже можно работать. Это не нежелание. Это немножко по-другому. Оксана спрашивает, как расшифровывается буква R в слове «group». По-разному. Она расшифровывается как «reality», то есть реальность. Мы записываем, где мы сейчас. Либо расшифровывается как «resources», то есть ресурсы. Расписываем свои ресурсы. Так, дальше. Юлия, честно, по медитациям я не очень хорошо разбираюсь. Я периодически, когда мне хочется чего-то медитативного, я себе включаю «new age» группу. Сейчас я вам напишу ее в этот наш прекрасный чатик. Вы загуглите, посмотрите. Мне очень нравятся медитативные такие мелодии прекрасные. Я с удовольствием их слушаю. Сейчас пишу. Юлия, амифистиум, точнее, если это правило английского языка. Заря напишет. «Неясно, как работать с колесом баланса в отношении бизнеса. Нам скорее про баланс своей жизни. Причем тут бизнес? Но вы для себя сначала разберитесь. То есть причина какова, на ваш взгляд? Это либо в бизнесе что-то не получается, либо у вас в некоем балансе внутри. Потому что причины-то могут быть разные. Я же не сильно знаю, каким вы бизнесом занимаетесь, что происходит. Посмотрите, может составить некое смешанное колесо. Вот просто как в голову приходит. Ну, из серии «Вне» кажется, что основные вещи, которые необходимы бизнесу, вот именно вот этому, и 8 пунктиков составляете вот как раз-таки это колесо баланса. И посмотреть, где же там не так-то с этим колесом. Возможно, какие-то важные вещи вы и не заметите. То есть вы, допустим, сделаете анализ, смотрите, вроде все хорошо у вас. Значит, в чем-то другом дело. Нужно копаться. То есть пока мы не разбираемся, мы не сможем понять, в чем проблема. Колесо баланса лишь один из инструментов. То есть если он не сработает, попробуйте с другими критериями. Возможно, вы не те пункты написали. Возможно, у вас их много, и просто что-то находится, вот знаете, где-то немножко в другой вне поля нашего зрения. Просто мы не можем разглядеть. Посмотрите, может быть, в этом дело. Оксан, а что делать, если человек боится изменений в своей жизни, любых и хороших, плохих? Этот человек вы или не вы? Рядом сидит. Окей, Оксан, смотрите, тут вопрос не к вам уже, а к человеку. А хочет ли он менять что-то или не хочет? То есть если хочет, тогда есть принцип действий. Если не хочет, ну ок. Так, сейчас, секундочку, секундочку. Заря, аппроксимировать колесо на бизнес, не затрагивая остальные области жизни. Сделайте, как хотите. Зарян, попробуйте. То есть я просто не знаю, в каком именно моменте у вас некий затык происходит. То есть нужно проводить анализ. Вы попробуйте, то есть можете сделать анализ, вот колесо сделать по бизнесу, либо по другим областям. Сделайте их несколько, если у вас много этих моментов. Попробуйте, посмотрите. То есть тут только выяснением, только расписыванием, никак по-другому. Я рекомендую иногда даже думать через руку. То есть это можно сделать просто на листе бумаги. И в целом помогают списки какие-то. Я их не то чтобы часто составляю, но периодически, когда что-то новое нужно придумать, я пишу на бумаге. Беру карандаш, беру ручку, что хочу, маркер. Пишу, 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 пишу. Просто попробуйте написать. Итак, Оксан, хочет менять? Окей. Давайте мы с вами, знаете, как поступим. Оксан, после занятия сможем остаться с вами и обсудить подробно. Хотите? Просто сейчас, я думаю, что не совсем корректно будет это обсуждать, а после мы с вами обсудим, либо как-нибудь свяжемся по почте, разберемся. Окей, окей, без проблем. Без проблем, да, разберем. Наталия, как вы пришли в психологию после технического образования? У меня тоже техническое образование, хочу заняться в психологии. Слушайте, путь был странный. Я пошел сначала в продавцы. Я стал продавцом. Потом стал заместителем управляющего, потому что хотелось куда-то расти. Потом меня пригласили друзья работать бизнес-тренером. И бизнес-тренером по продукту. То есть крупной международной компании просто через знакомство туда попал, во вселенную направил запросы, меня пригласили. Неожиданно было. Я даже ничего особо не искал. И там я отработал достаточно большое количество времени. Был бизнес-тренером, был начальником отдела обучения там. По всей России, считайте. Потом понял, что что-то не то. То есть примерно одно и то же всегда. Хочется чего-то новенького. Ну и новенькое это у нас психология, коучинг. У людей постоянно что-то новое. Они по-разному все каким-то образом меняют. По-разному ставят запросы. Все очень интересно. Постоянно все меняется. Вот в принципе я потихонечку и пошел. То есть у меня была некоторая база, на которую я потом накладывал психологию. Плюс мне всегда это было интересно. То есть помимо того, что я учился в вузе техническом, я еще очень много психологической литературы читал. Очень много изучал про ту же когнитивную психологию, которую я всегда рекомендую. Вот так. Пошел, 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 пошел. Для меня психология это некий инструмент. То есть это про, знаете, про то, где ее можно использовать. Потому что полностью в психологии работать я, наверное, не смог бы. Это нужно немножко другой характер, на мой взгляд. Потому что я экстраверт, такой не сильно ярко выраженный, но мне с людьми хочется общаться. И, соответственно, я пошел, пошел, пошел вот в этом направлении. Все. Как-то так. Потихонечку заменял. Есть, знаете, такая книжка. Я ее очень давно читал. Не могу найти сейчас. Она называется... Ну, в электронном виде наверняка найдете. Она называется «Какого цвета ваш парашют?» И я до сих пор помню совет оттуда. Заключается он в том, что если вы хотите кардинально поменять род деятельности свой, ну, вот из серии «Я технарь», бизнес-тренер. Это совершенно разные, вот просто абсолютно разные вещи. Соответственно, мы можем либо сразу перескочить, либо делать по частям. Ну, допустим, я выбираю какую-нибудь интересную компанию, вот, допустим, ту, в которой я работал, и устраиваюсь туда не бизнес-тренером, а технарем. Вот чему учился, собственно, я там этим и занимаюсь. Набираюсь знаний в этой компании, получаю некоторый опыт, и потом иду на позицию бизнес-тренера. То есть последовательный рост. Перескочить бывает очень сложно. Очень сложно. Марина, как работать в найме, если ты медлительный человек, чем остальные? Слушайте, ну, тут моменты разные. Если мы говорим про медлительность, это касается всего или какой-то части? И вообще, что вы поднимаете под медлительностью? Тоже хотелось бы понять. Делайте дольше, чем остальные. Скажите, пожалуйста, а вы делаете дольше, чем остальные? Вообще все в жизни или только это? Ну, какие-то свои обязанности. Все, наверное. Вот смотрите. Это тоже, наверное, если захотите сделать домашнее задание вам, проанализируйте, все ли вы делаете медленнее, чем остальные. Потому что есть люди, которые просто вот за счет строения своей нервной системы, за счет мозга, они делают медленнее, но более надежно. Понимаете, вот я достаточно быстрый человек и какие-то моменты я прям давай, давай, быстро, быстро, быстро делать. И у меня не всегда получается сделать как-то надежно, чтобы это было вот просчитаны все какие-то вероятности, что может произойти не так, вот более детально, вот действительно. То есть, понимаете, у вас, вы посмотрите с другой стороны. То есть, это про, вот сейчас как раз будет несколько слайдов, чуть попозже, про восприятие реальности. Посмотрите, какие плюсы вы можете из этого извлечь. Потому что медлительность, вы так это называете, я бы назвал это вот более детальная работа. Понимаете, то есть, вы более детально делаете, это ваш плюс. Осталось только приложить этот плюс туда нужно. Это, знаете, как есть такая шутка, если ваши достоинства на собеседование никому не пригодились, попробуйте предложить свои недостатки. Ну, то есть, как вы их считаете. Возможно, то, что вы считаете некими недостатками, ну, возможно, это будет интересно. Так, Александр спрашивает, а тема семинара разве не была посвящена работе с волнением при прохождении собеседований? Нет, Александр, не была. называется тема «Лучший совет для успешной жизни». Так, Заряна спрашивает, а что делать, если туалет строишь, как космический корабль запускаешь? Вы имеете в виду настолько усилена подготовка, настолько усилена работа? Я вас правильно понимаю? Субтитры создавал DimaTorzok Зарян, вы пишете очень много усилий, эффективность маленькая. Это про вложения. Вы сами выбираете, сколько усилий потратить. Это ваш выбор. Попробуйте сделать что-то не идеально. Мы сейчас как раз будем разбираться с этим, позадавать себе несколько вопросов. Последний вопросик разберу и перейдем дальше. Надежда, можно в двух словах про определение правильности поставленной цели в соответствии реальным внутренним запросам? Слушайте, правильность поставленной цели это очень субъективный момент. То есть, для меня она будет правильной, для вас нет. Попробуйте просто делать. То есть, сделали, посмотрели, зашла она вам, не зашла, идете дальше. Все, это единственный момент, который можно сделать. Окей, коллеги, идем дальше. у нас с вами принцип малых шагов. Тоже, слушайте, наверное, практику мы с вами не успеем по этому поводу, потому что вопросов много. Давайте сделаем следующим образом. Я вам расскажу, каким образом это делается. Так. Ага. У кого-то есть какая-то маленькая, маленькая, маленькая задачка? Мы можем разобрать. коллеги. Юлия, это очень абстрактная задача. Перейти на фриланс. Окей, давайте. Вот первый человек написал. Елена Владимировна, сможете камеру включить? Юлия, не слышу вас. Отключила возможность видео. О, слышно. Итак, Елена, перейти на фриланс. Я правильно вас понял, да? Да, верно. Смотрите, как действует принцип малых шагов. Принцип малых шагов заключается в следующем. То есть, как только вы задумались о любой задачке, у вас это уже цифра не ноль на вот этой шкале, а единичка. Единичка. То есть, всегда мы начинаем с единички. Если мы даже о чем-то только-только подумали. Соответственно, у меня к вам вопрос. Вы на этом пути сейчас где находитесь? Возможно, вы от единички уже ушли? Нет, я на единичке. Только задумались, да, об этом? Да. Окей, смотрите, что можно сделать. Я вас попрошу, вот, у вас сейчас есть возможность ходить по комнате? Да. Окей, какие-нибудь два карандаша или маркера есть под рукой? Что угодно? Да, есть. Вот положите, вот сделайте такую небольшую линию себя на полу, положите там, где единичка, маркер один, либо карандаш, и там, где десятка. Готово. Вот встаете рядом с единичкой. Встали? Да, да, готово. Окей, сейчас я вас буду спрашивать, вот смотрите, перейти на фриланс, скажите, пожалуйста, а эта цель, вот, она, какому сроку должна быть исполнена? Две недели. Две недели, это у нас 17 апреля, все правильно? Да. Окей, фиксирую, 17 апреля 2020 года. Окей. У вас есть понимание, какие конкретно вещи на фрилансе вы будете делать? Да, дизайн. Дизайн, ок, дизайн. Смотрите, вы сейчас будете совершать такие небольшие шажки, вот просто посмотрите вперед, там, где у вас есть цель, вот эти вот 10, да, маркер, или комментарии, красивые, вот вам к ним нужно прийти. Вы делаете шаг по направлению к этой десятке, и в какую точку вы придете, если один шажочек сделаете? То есть, вы можете через несколько цифр переходить, можете через одну, вот как вам комфортнее? Ну, два, наверное, надо с чем-то выйти, портфолио приготовить, наверное, так? Вот смотрите, здесь очень важный момент, прям физически в эту двоечку шагайте, и физически оглянитесь назад на единичку. Оглянулась. Видите, вы уже шаг сделали, то есть, вы что-то уже сделали, вы сейчас в двойке стоите. И скажите мне, пожалуйста, а что же вы сделали, чтобы в двойку попасть? Это большой труд. А что сделали конкретно? Шаг, шаг. Сейчас просто шаг, а на деле большой труд. Ну, на деле большой труд, это что вы сделали? Вот представьте, что по аналогии, вот вы сделали шаг, а для того, чтобы приблизиться к своей цели перейти на фриланс в дизайне, вы какие-то действия сделали? Что вы сделали? Ну, по разным направлениям приготовила работы, которые я могу презентовать. По каким направлениям? Графический дизайн, видео, анимации. А сколько работ? По пять штук на каждое направление. По пять штук на каждое направление. И когда вы это сделали? Ну, вот если вы сейчас в двоечке стоите, да? Три дня. Три дня, то есть шестое апреля. Я вас правильно услышал? Да. Окей. Сможете сделать следующий шаг. Можете на несколько шагнуть, на один, как хочется. На один. Куда приходите? Ищу ресурсы, где зарегистрироваться во фрилансе. Сайты какие-то. А сайты ищите? Так, а каким образом ищите? Нет, давайте вот немножко по-другому. То есть вы уже в троечке, это значит, что вы это уже сделали. Попробуйте вот в таком формате. То есть в двойке вы оказались, потому что составили определенное портфолио. В троечке, потому что вы нашли ресурсы. а где вы их нашли-то? В интернете. Ну, в принципе, уже есть какие-то понимания, где люди зарабатывают на фрилансе. А как еще можно найти? Ну, на форумах, наверное. На каких? Вот не знаю. Все не понималось на вопросах. На форумах. Окей. Окей. И когда же вы это сделали? Сайты, форумы? Ну, это недолго. На это можно полдня потратить. Полдня и число-то какое? Я просто конкретно говорю. 7 апреля. 7 апреля. Так. Дальше делайте шаг, куда придете. Ну, на этих сайтах, наверное, уже искать работодателей и самой предлагать свои услуги. Смотрите, искать – это процесс. А я вас спрашиваю, что вы сделали. то есть, пункт какой-то. Вы знаете, идти и прийти – это разно. Нашли клиента, с которыми хотела бы поработать. А как вы их нашли-то? Как зацепили? Ну, я так думаю, что там есть предложение по работе. Так, предложение по работе. Написала им, да, отметила как-то свое существование. Какое число? 10 апреля. 10 апреля. Хотите дальше идти? Да. Шагайте. Наверное, на восьмерке. Восьмерка. Оглянитесь назад, вы уже практически около десятки. Видите, сколько прошли? Да. Чуть-чуть остается, вот буквально чуть-чуть до вашей цели. И что же вы сделали, чтобы на восьмерку попасть из четверки? Завязала общение, контакты, набралась больше опыта. Завязала общение, контакты, больше опыта. А что-то конкретное есть, потому что общение, контакты это очень абстрактно, вот опыт тоже. Конкретно. Ну, конкретно наверное... А, взяла тестовое задание, наверное так. Одно или несколько? Одно. Одно. Число? 15 апреля. 15 апреля. Из восьмерки куда вы шагаете? В девятку. Девятка. Так. И что вы в этой девятке из восьмерки сделали? Что сделали, чтобы попасть? Ну, прошла тестовое задание и взяла работу. Так, взяла работу. Отличное число? 16 апреля. 16 апреля. И дальше вы шагаете? Ну, выполняю заказ. Выполнила, выполнила заказ. Десяточка. Шагнули? Да. Вот. Вы уже в десятке. То есть, своей цели вы достигли. То есть, вы выполнили заказ. Ну, отлично. Вот у вас есть некий план небольшой. Маленький такой. Небольшой. Но реальный, в принципе. Но реальный. Да. Спасибо вам огромное, что вы мне помогли провести такую презентацию. Суть в том, что вот эти малые шаги, они действительно важны и они простые. Потому что перейти на фриланс, это кажется что-то очень-очень-очень большое. И туманное. Если мы делаем вот на такие вот маленькие шажочки, оказывается, что, в принципе, все эти шаги состоят из конкретных действий. Да. Поздравляю вас, Андрей. Спасибо вам за участие. Спасибо. Коллеги, на всякий случай еще раз проговорю, что мы сделали. Вы бьете всю свою цель на, можно на 10, можно меньше, на определенные шажочки. Шаги, 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 шаги. И каждый этот шаг, он гораздо проще, чем все большое. Все. Это принцип малых шагов. Он прекрасно работает. Рекомендую его вам. Итак, переходим дальше. Вчера этот слайд был и сегодня, тем не менее, он не теряет актуальности. Про восприятие реальности. Того, что у нас происходит. Еще раз напомню, что на мир мы смотрим сквозь определенные наши фильтры. Вот то, что у нас в голове есть, сквозь этого мы и смотрим. Ну и получается, что если у нас фильтры каким-то образом там какого-нибудь коричневого цвета, то все кажется коричневым. Отвучивать не буду, но может вы поняли, про что я говорю. Вот. Имейте в виду, то есть просто зависит от цвета. Как мы посмотрим. И прекрасная есть картинка в эту тему. Я ее просто обожаю, что обменяю проигрыватель на выигрыватель. Вот и все. То, как вы относитесь к жизни, является одним из основополагающих вообще принципов. И как раз таки про гибкость здесь то же самое. Про способность сопротивляться стрессам. Про успех. Это все у вас в голове. Мы уже разобрали частично связи с тем, как вообще простраивать свои цели. Как с них не слезать. Сейчас мы разберем пункт, связанный с ошибками. Потому что для многих из нас ошибка это что-то страшное. Просто нереальное что-то, отвратительное что-то произойдет. И ошибаться нельзя. На самом деле, в целом, очень важно составить для себя позитивное отношение к ошибке. Ну, то есть, это некая польза для нас. Потому что, допустим, вчера коллеги мне дали очень хорошую обратную связь, связанную с моим тренингом. Что можно было сделать еще лучше. И сегодня я как раз-таки тренинг свой подшаманил. Он поменялся немножко. Я просто понял. Я понял, что это некая ошибка моя была. Да, не зашло. Да, вот так вот. Окей. Я исправился. Я вам все донес. Информация донесена. Это некий позитив. Если вы воспринимаете ошибку как какую-то пробу, как возможность стать лучше, у вас совершенно другая будет жизнь. Понятно, что есть очень важные ошибки какие-то, которые влияют на нашу жизнь. И за какие-то ошибки нам приходится очень долго платить. Наверное, у всех такое было. Бывает. Получается, что да, такое есть. И такое тоже бывает. Но воспринимайте это как некую пробу. Так есть. Вот вы поменять уже, скорее всего, не можете. Ошибка произошла. Что еще может помочь, помимо вот этого какого-то заякорения, это истории про ученых, которые многократно делали ошибки. Ну, чужой опыт, считайте. Дополнительный чужой опыт – это вспомнить детей, которые учатся ходить, учатся ездить на велосипеде. О, это прекрасный опыт. Дети, они в этом плане, если их не сдерживать, очень активны, очень любят ходить, очень любят что-то делать. И прекрасно показывают нам пример. Ну, и, конечно, биография миллионеров, многократно которые были банкротами, тоже прекрасно помогает вообще понять, что ошибка – это проба для нас. И что бы мне хотелось, чтобы вы сейчас сделали. В чатик писать не нужно, просто для себя дайте ответы на вопросы. Эти вопросы очень важны, и в целом вы можете их применять вообще в любой ситуации, когда вы испытываете тревогу, стресс, в общем, все то, что мешает вам жить, мешает вашей какой-то успешной жизни, счастливой жизни. Тоже можете использовать. Для этого нужно, во-первых, осознать, что у вас есть какое-то состояние, с которым вы хотите поработать. Во-вторых, остановиться и начать задавать себе эти вопросы. Давайте на насущном. Что будет, если карантин продлится еще месяц? Каждый для себя отвечает просто, в принципе, ответьте честно. Вот что будет конкретно, вот конкретика, как мы сейчас разбирали, конкретно, что нужно было сделать, чтобы достичь цели. Вот то же самое, вот если карантин продлится, что будет конкретно в моей жизни? Второй вопрос. Придумайте самое-самое-самое страшное. Вот что только можете представить, что действительно может случиться, если карантин продлится месяц. Вот самое страшное. Затем зафиксируйте, как это повлияет на вашу жизнь. Этот прием очень хорошо работает, потому что, если вы представляете самое страшное и понимаете, как это повлияет на вашу жизнь, вы уже можете к этому подготовиться, если хотите, конечно. И потом уже можно с этим работать, потому что, если вы с самым страшным можете справиться, у вас даже есть... Да, Юлия, самое страшное, что с вами случится. Ну, либо с близкими, в зависимости от того, что вам страшнее. То есть, если вы за них очень волнуетесь, то вот самое страшное. И если вы распишите, что же делать, если у вас произойдет самое страшное, то все остальные события будут какой-то мелочью. После этого задумайтесь, что вы хотите вместо этого. Очень многие, когда ставят цели, они говорят, что я не хочу испытывать стресс. У меня сразу вопрос, что вы хотите вместо этого. Это про, знаете, положительную и отрицательную мотивацию. Туда-сюда, туда-сюда. Что вместо этого хотите? Почему это важно для вас? Ну и, конечно же, как вы сможете достичь этой цели? Что вы сможете сделать? Конкретные шаги. Вы любую свою тревогу, все, что хотите, можете пропускать через эти вопросы. Они прекрасно работают. Вот просто прекрасно. Вот абсолютно любое. Тревоги, мысли. И когда расписал ручками, понимаешь, что, ну, может быть, и не стоило так сильно волноваться. Понятно, что есть какие-то вещи, по которым действительно стоит волноваться, а есть, по которым не стоит. Следующий инструмент, который я хочу вам показать, называется дневник эмоций. С теми, кто вчера был, мы его уже разбирали. Ну, ничего страшного. Я думаю, что повторение будет вам, возможно, интересно, будет на пользу. Дневник эмоций состоит из пяти колонок. И пятая колонка, она опциональна. В целом, можете начинать просто с одной из двух. То есть, фиксировать просто ситуацию, которая вас каким-то образом вывела из состояния равновесия. То есть, время, ситуация. Потом уже можете добавлять, как только освоитесь, третью колоночку. Ну, принцип маленьких шагов мы с вами помним. Что вы думаете по этому поводу? Вот как пример. Ситуация. Мне наступили на ногу в метро и ушли, не извинившись. Ну, сейчас это очень вряд ли, с условиями карантина. Но в целом это возможно. Мысли по этому поводу. Вот же ж люди пошли, топчутся по ногам и не извиняются. Какие наглецы. Как мне теперь с грязной обувью на людях быть? Ведь засмеют же, как вот глазеют все на меня, прям смотрят. Фиксируем мысли. Следующим этапом будет добавление эмоций. То есть, по первому, по первым своим мыслям это у меня злость, раздражение. По вторым это стыд. Это очень важный момент, который позволяет вам фиксировать ваше эмоциональное состояние. Вы научитесь понимать, что с вами что-то происходит, потому что иногда жизнь просто потоком проносится, и мы не понимаем, что вообще где мы, как, куда. Ничего не понятно. Таким образом, нам будет гораздо все понятнее. И очень важный пункт – выводы. Можете делать это постепенно, не сразу, но в целом выводы могут быть у каждого свои. Один из примеров выводов у нас с вами на экране. Я злюсь, если люди нарушают мои границы, надо вставать чуть пораньше, чтобы не попадать в час пик. Тогда мне будет проще контролировать свое личное пространство в общественном транспорте. Второй вариант будет договориться с начальством, чтобы попозже приезжать, пораньше приезжать, купить себе машину, все что угодно. Второй пункт – это по поводу стыда. На всякий случай буду носить с собой губку для обуви. Вдруг обувь испачкаю. Ну, мало ли, все бывает. Таким образом, мы с этими эмоциями можем расправиться, если они нам не нравятся. Если нам нравится злиться, ну, оставляйте, окей. Если они вам мешают, ну, понимаем, что с этим делать теперь. Очень важный комментарий по поводу этого дневника эмоций. Вы фиксируйте, помимо каких-то отрицательных вещей, еще положительные. Точно так же. И обводите их желтым маркером. Вот я уже говорил совет неоднократно. Фиксируйте. И когда вам будет грустно, либо будете думать, что все плохо, как все отвратительно, открывайте, смотрите. Оказывается, у вас желтеньким обведено большая часть этого дневника. Имейте в виду. Очень важный момент. И искать положительное можно даже в чем-то, что, казалось бы, очень странно. Вот, допустим, на примере вот этой картинки прекрасной. Я ее обожаю, потому что она именно про поиск положительного, про переговорные ситуации, про продажи. Она про все. Я ее люблю очень. Она классная. И для того, чтобы вам было проще разбираться с какими-то вещами вообще с радостью в своей жизни, то же самое. Задайте себе вопросы. Какие же это могут быть вопросы? Первое. Как часто я радуюсь в жизни? Я вот сейчас чаек себе наливаю и радуюсь. То есть часто, в принципе. Пока подливаю, тоже радуюсь. Он горячий, вкусный и пахнущий. Как часто я радуюсь в жизни? Ну, просто даже отвечаете себе на вопрос, как есть. Как часто я радуюсь жизни? Самой по себе. Как часто я замечаю радостные события и приятные новости? Как часто я наслаждаюсь моментом жизни тут и сейчас? Вот прямо сейчас. У меня, не знаю, у меня солнышко светит за окном. Я... О, как классно. Можно будет выйти в маске погулять. Итак, дальше. Как я принимаю радость? Вы принимаете ее как некое должное, то есть так и должно быть. Или как действительно радость, что это очень здорово, что произошло. Где ваша эта радость находится в теле? Голова, спина, грудь, ноги, большой палец левой ноги. Все, что угодно. Умею ли я жить полноценной жизнью? И как она для вас выглядит, эта полноценная жизнь? Вот с этим стоит поразбираться. И для того, чтобы вам было проще, 10 минуточек вам напишите не менее 10 положительных событий, которые произошли с вами за последнюю неделю. На это у вас есть 10 минут, 16.35. Я вас жду. Можете писать в чатик, можете писать себе, как хотите. Главное, чтобы у вас было зафиксировано положительные события. И берите это себе на вооружение, используйте его всегда. Можете каждый день это использовать. Просто приходите вечером домой, либо отключайтесь от работы в домашнем режиме. И пишите список благодарностей, положительных событий. Предыдущий слайд, да, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Анна, каждый вечер... Смотрите, это опять-таки опционально, то есть я не смогу проконтролировать, делали это или не делали. Но в идеале, да, каждый вечер стараться написать какие-то благодарности, какие-то позитивные моменты, которые с вами произошли. Сразу хочу сказать, что поначалу это не просто бывает. Ну, потому что, эх, как? Как? Каким образом? Прямо написать людям, которые доставили радость, благодарность, это уже следующий пункт, то есть вы просто пишите себе. Если, допустим, вечером мне, значит, вот там кто-то мне подарил что-то, какую-нибудь шоколадочку, любимый человек принес мне чай, заварил какой-нибудь мой любимый вкусный, либо сходил купил что-нибудь, позаботился. Пишем, 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 пишем. Если вы хотите кого-то поблагодарить, это очень здорово, это налаживает контакт. Вы благодарите, да, спасибо вам большое, я очень ценю то, что ты для меня делаешь. Это очень важно, я замечаю, потому что бывает так, что для нас что-то делают, а мы, если не говорим спасибо, человек чувствует себя брошенным, покинутым. Мы не даем обратную связь. Обратная связь – это очень важно. Мы человеку говорим, слушай, спасибо тебе огромное, я это вижу, я вижу, что ты обо мне заботишься. Это очень важно, я благодарен тебе за это. Это действительно важно. Это про некую открытость, про человеческий контакт, про человеческие чувства. То же самое, когда вам сделали плохо, а почему об этом не сказать? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Лариса пишет... Все данные вопросы относятся к оптимистам. Я эмоционально положительно отношусь к любым событиям, несмотря ни на что. Этим притягиваю внимание к себе окружающим. Здорово. Отлично. Про позитивное мышление... Это классный способ, это классный навык, который, если он у вас есть, это здорово. Наталья, для меня всегда стакан наполовину полон. Отлично. Отлично. Здорово. Продолжение следует... Продолжение следует... Успел отдохнуть до закрытия границ. Жаль, загар нельзя выгулить. Слушайте, ну да, это очень классный способ, повод порадоваться. Действительно. Класс. Класс. Здорово. Надежда. Сказали, что выгоняют в отпуск за свой счет на две недели. Расстроилась, конечно, но и обрадовалась. Никто не сказал, что не заплатят совсем или что вообще увольняют. Ну, видите. Понятно, что ситуация, возможно, не совсем приятная, но тем не менее, вы нашли что-то полезное и интересное для себя. Окей. 16.35, мы идем дальше. И переходим к тому, как можно работать вообще в плане гибкости, в плане работы со стрессом, для того, чтобы мы стали более счастливыми, более успешными, и наша жизнь подтянулась повыше. Частично слайды будут повторяться с тем, что было вчера, потому что методы работы очень похожи. Часть мы с вами уже обсудили. Переходим, если к телу, то спорт прекрасно помогает. Вот прям 100%, даже в условиях дома. Любой спорт укрепляет здоровье, укрепляет мышцы и выводит у нас... Сергей, да, буквально 2 секунды тогда включу. Спорт помогает работать с теми гормонами, которые у нас копятся в результате сидения дома. То есть так-то обычно мы можем выйти куда-то, поговорить. Это, знаете, вчера наткнулся в соцсетях, есть Валентинка, назвали карантинка. Я очень долго смеялся. Карантинку прекрасно вообще. Просто там написано, что я очень скучаю о том, что мне не с кем поесть. Я очень скучаю о том, что мне не с кем пойти покурить. Что-то подобное. То есть всегда мы как-то перемещались. И спорт тот же дома вообще, он помогает куче наших гормонов, которые все равно у нас вырабатываются, каким-то образом перерабатывают. Потому что вот на своем же примере скажу. Летом занимался 5-6 раз в неделю спортом. По где-то часу-полтора сложные, вообще тяжелые были. Деньки классные, я прям вспоминаю с удовольствием. А потом перестал. Просто другая работа, побольше добавилось обязанностей. Я стал заниматься 2 раза в неделю. И вес резко попер вверх. Потому что организм привык, что вот сколько я съедаю, столько и за 6 тренировок сгоняю. А оказалось только 2 тренировки. А есть меньше я не стал. Вот то же самое. То есть для того, чтобы держать себя как-то в форме эмоционально и физически, придется дома каким-то образом спортом позаниматься. Хоть любым каким-нибудь. Найдите там с кем-нибудь. По ютубу соединяйтесь. По ютубу посмотрите какие-то рекомендашки. По ватсапу, по скайпу, по зуму созванивайте. Все классно это работает. Для тех, кто хочет что-то полегче, в каком-то физическом плане, но не всегда. Йогу. Хотя йога бывает очень интересная. Потому что спорт подразумевает не всегда, но в основном некие динамические нагрузки. Бегать, прыгать, бить. То йога это больше на статику. Статика для меня это ад просто конкретный. То есть йога для меня это ужас ужасный. Но я понимаю, что это зона для роста. Если вы хотите действительно как-то более гибким быть, более спокойным, более принимающим, это про йогу. Да, йога бывает абсолютно разной. Для меня это был ад, когда я ходил на йогу. Там какие-то вот эти все позы. И очень сложно было находиться в одном состоянии. Все время хочется двигаться. Ну вот есть зона для развития у меня, как говорится. Йога тоже прекрасно помогает. Вода. Это душ, это ванна. Все прекрасно работает. Для тех, у кого есть такая необходимость, и в принципе желательно водные процедуры каждый день раз-два принимать. Это точно. Потому что вода, она всегда нам очень важна, очень актуальна. Теплые напитки. Вчера вот у коллег как раз спрашивал про имбирь. Потом вечерком пошел его искать, не нашел имбиря. Нет, весь разобрали. Либо по бешеной цене. Кто-то мне пишет там 3000 рублей килограмм, либо что-то еще. Теплые напитки действительно помогают. Они, во-первых, успокаивают, вводят в нас такое медитативное состояние. Единственное, что кипяток прям не пейте, потому что это вредно для нашего горла. То есть нужно, чтобы чуть-чуть остыло. Если мы пьем кипяток, там микроожоги, и это вредно. Вот чуть-чуть остывает, и спокойненько себе пьете. Естественно, очень важно спать. Старайтесь. Сейчас дом у всех, есть возможность поспать. Время на работу не уходит. Кто-то, конечно, ездит на работу, такие тоже есть. Тем не менее, постарайтесь высыпаться. И сразу вам скажу, повторю то, что было в прошлый раз, на вчерашнем тренинге, что выспаться на выходных за всю неделю нельзя. То есть вы спите либо постоянно одно и то же время, либо не высыпаетесь. Другого варианта нет. Можно спать еще среди дня. То есть если прям клонит в сон, ставите будильник на 10-15 минут, подбирайте под себя. И ложитесь спать. 10-15 минут поспали, можно 30. И все за работу. Заново. То есть в целом хватает этого времени, чтобы вот это вот состояние как-то приглушить. Очень важный момент. Вчера его не было. Есть картинки ног. Есть такое упражнение для успокоения и вообще некого заземления. Это хватать различные предметы ногами. В основном это маркеры, в основном какие-нибудь карандаши. То есть начинайте с чего-нибудь, ну типа маркеров, потому что их просто поймать. Причем поначалу пробуйте схватить большим пальцем, большим и средним, большим указательным. Вот так вот. То есть это вот прям вот как будто пытаетесь что-то схватить. Как обычно мы руками хватаем. Когда в нас кидают какой-нибудь теннисный мячик, мы его хватаем сверху. Давайте, может, я покажу, чтобы было проще. Включу сейчас вебку. Камера, включайся. Что-то она не включила. Включилась. Вы пытаетесь как будто вот так поймать сверху. То есть у вас есть некий маркер. Вы его вот так. Понятно, ногу я не буду показывать свою. На примере руки покажу. Хватайте сначала. Пардон, меня вырубила. Что произошло? Так, коллеги, скажите, видно презентажку вам? Плюсики поставьте, пожалуйста. Хорошо, видно. Вернулось все нормально. Вот, знаете, что мы либо с большого пальца захватываем, либо потом уже учитесь захватывать с мизинчика. У нас все тело, оно в нервных окончаниях, и у нас, собственно, мозг, он связан с нашими пальцами не только на руках, но и на ногах. И чем больше вы так будете стараться, у вас появляется некая гибкость, и у вас появляется вот некое спокойствие. То есть я не могу сказать, какие конкретно центры это задевает у нас мозгу, но это про спокойствие. То есть если вы учитесь это делать, про спокойствие, про засемление, и именно ногами, потому что руками, в принципе, Елена не поняла, для чего картинки с пальцами. Ну, надо было засунуть картинки ног. Может быть, я лучше найду в следующий раз. Если это не заходит, окей, поищу получше. Захватывайте с мизинчика. То есть у вас сначала поджимается мизинчик, потом поджимается безымянный, средний, указательный, большой. Ногами это будет делать очень сложно. Сначала. Но потихонечку тренируйтесь, тренируйтесь, и будет получаться. Это про заземление, про то, что вы пробуете. Старайтесь ходить босиком. Понятно, что у нас сейчас карантин, на улице особо не погуляешь, но дома просто босиком, босиком, босиком. Это про контакт. То есть мы таким образом массируем нафиг. Сейчас кто-то может делать массаж ног вам, это же вообще прекрасно, понимаете? То есть если кто-то может это делать, это же прекрасно, здорово. Так, звук есть у нас, все окей. То есть это, в принципе, классная штука, когда вы можете каким-то образом свои ноги промассировать. Это очень помогает. Мы на них абсолютно иногда внимания не обращаем, потому что, ну вот ноги, да, где-то там внизу к ним еще нагибаться нужно, а руки-то близко. То есть, в принципе, руки нормально, можно там помассировать. А вот ноги, ноги это очень важно. Это про нашу устойчивость, про способность сопротивляться каким-то переменам и чему-то страшному, неприятному, неизвестному. Вчерашний слайд чуть-чуть дополнил, пару слов добавил. Ищите значимых для вас людей. Причем очень важно с этими людьми беседовать, открыто обсуждать что-то. И можно даже внести такую коррективу, я ее писать не стал, но эти значимые люди должны быть взрослыми. Взрослыми не в формате возраста, а в формате психологического здоровья, психологической взрослости. Потому что я, ну не всегда, но часто встречаю людей, которым лет там по 40-50, а в голове у них вот как у 10-летнего ребенка примерно такое же соображение. Очень грустно бывает это видеть. Поэтому старайтесь искать значимых людей для себя, чтобы они были взрослыми психологически. Это действительно помогает, это действительно классная штука. С ними можно много чего обсудить, быть рядом, общаться, открыто общаться, говорить о том, что страшно, больно, радостно делиться. Вот как, допустим, кто-то из вас писал, что можно ли поблагодарить? Да, можно, это нужно, это здорово. Вчерашний слайд тоже совместные действия. С людьми очень помогают справиться с волнением, с тревогой, находиться рядом с людьми. Это как некая практика. То есть если нам тревожно с людьми, начинаем потихонечку там играть во что-то. Вот сейчас как раз-таки очень хорошая пора для того, чтобы начать удаленно с кем-то знакомиться. Тот же, вот допустим, мне там в чатике в одном пишут, вот с одного тренинга у нас чат остался, и там мне пишут, что Тиндер вообще бурлит там просто. Это приложение для знакомств. Говорят, народ просто в огромных количествах пытается знакомиться. Я, конечно, посмеялся. Это классно. Ну то есть в целом вот люди пользуются моментом, пытаются прокачаться. И слайд один из финальных. Ввели в одно инструменты для работы с волнением, со стрессом, для того, чтобы стать более успешным, с ним нужно справляться. Во-первых, примите, что ошибка – это проба. Всегда себя спрашивайте. То есть одним вариантом нельзя ограничивать. Спрашивайте, как еще можно это сделать. Один вариант – это ни о чем. То есть два, три, четыре, пять. Вот, пожалуйста, это прекрасно работающая штука. Смарт используйте, гроу используйте, ресурсы свои используйте. Обязательно помните по принципу малых шагов. Гибкость, в принципе, вот то, что мы сейчас с вами озвучиваем, это как раз-таки гибкости развивает по полной программе. И я не зря выделил обучение. То есть вы в такое сложное время все равно пришли сюда, потратили, ну, сколько считаете, практически три часа своего времени для того, чтобы чему-то научиться. То есть учиться нужно всегда, не переставая. И если раньше можно было спокойненько сесть и ничего не делать, какие-то там средние века, у меня было какое-то, допустим, уникальное знание, на котором я зарабатывал, то сейчас мир настолько динамичен, что меняется все постоянно. Соответственно, учиться нужно всегда. Это некий навык, который характерен для тех людей, кто хочет стать действительно успешным. Дневник эмоций, дневник благодарности тоже очень рекомендую. Про спорт. Это все тело у нас. Йога, вода, теплые напитки, сон, пальцы ног, ходить босиком. Ну и про людей. Это совместные действия. Значимые люди, открытость. Смотрите, что я хочу рассказать. Хочу подвести некий итог и закончить наш тренинг вот таким вот слайдом. Наверняка кто-то из вас знает, видел такое кольцо, как кольцо царя Соломона. Вот на самом деле оно у меня сейчас на пальце. Не полностью оно, но хотя бы примерно. И я расскажу сейчас вам одну легенду. Опять-таки, это легенда. Я не гарантирую, что действительно было так. Но, тем не менее, подойдем к ней. Суть легенды состоит в том, что ювелир по заказу царя Соломона должен был сделать вещь, которая успокаивала бы царя, когда он был в ярости, и возвращала его в нормальное русло жизни, когда ему это хотелось. Ювелир выполнил заказ. Он дал царю золотое кольцо, на котором были выгравированы слова. Все проходит на внешней части. Соломон обрел спокойствие, но однажды все же ярость охватила царя. Он сорвал кольцо с пальца и хотел выбросить его, но увидел на внутренней стороне кольца вторую надпись. И это тоже пройдет. Обычно после этого заканчивается рассказ, но на самом деле легенда продолжается, потому что прошло много лет, и дряхлеющий царь снял кольцо, чтобы передать его детям. И только теперь он увидел на ребре кольца третью надпись. Ничего не проходит. Мы не сможем пережить, предсказать все катаклизмы. Не наступят эпохи, когда все будет ровно, эпохи всеобщего процветания, когда все будут всех любить. Нам придется жить в текущих обстоятельствах. С тех обстоятельствах, которые у нас есть уже сейчас. И для этого я предлагаю вам стать некой комбинацией консерватизма и гибкости, которую каждый для себя выберет сам. Надеюсь, наш тренинг был полезен. И я хотел бы услышать вопросы, если они у вас есть. Лариса, и вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, коллеги. Коллеги, если нет вопросов, напишите некоторые вещи, то есть напишите, что для вас было ценного. Буквально пару пунктов. Ну, то есть, если хотите поблагодарить, просто напишите там, было ценно вот это для вас именно. Ну и, конечно же, буду благодарен за отзывы на сайте. Будет здорово. Буду благодарен. Момент, связанный с тем, что вы пропишите для себя что-то ценное, очень важно, знаете, как некоторое подведение итогов для себя. То есть, с чем вы уходите. Потому что можно сказать, что, ну да, прикольный тренинг, все как-то вроде нормально было, а что конкретно, ну, что-то, ну, все, в общем, хорошо было. Все хорошо. С чем вы уходите, что будете применять, действительно важно. Сергей пишет, смена деятельности, если идет негатив. Ценно про маленькие шаги. Маленькие шаги, дневник благодарности, как правильно ставить цели. Так, дневник, обратная связь, спасибо. Дневник эмоций. Про работу со страхами. Отлично. Ценность в напоминании делания. Отлично. Зона комфорта, зона стресса. Ошибка равно проба. Дневник эмоций, маленькие шаги. Спасибо вам. Спасибо. Смарт. Дневник эмоций. Внутренние ресурсы. Окей. Ален, спасибо вам большое за обратную связь. Спасибо вам. Смарт. Ошибка и проба. Дневник эмоций. Отличие тревоги и страха. Внешние и внутренние ресурсы. Цель и смарт. Оксана по-прежнему. То есть мы с вами сможем остаться после занятия, обсудить. Ну, то есть все в силе у нас с вами. Екатерина пишет. Ценно, что у нас у всех практически одинаковое положение. Уже не так страшно жить в карантин. Согласен. Спасибо вам. Смарт. Внутренние ресурсы. Дарья, вы очень позитивны. Спасибо. Спасибо, Дарья. Все полезно, ничего лишнего. Самое важное – научиться себя мотивировать, то есть заставить себя что-то делать. Мотивировать, заставлять можно в самом начале, когда вы только пытаетесь чуть-чуть вот куда-то пойти. Можно, можно. Потому что сдвинуться с места, вы знаете, самое сложное – сдвинуться с места. А потом уже по накатанной пошли, 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 пошли. Так что классно. Наталья, думаю, что теперь чаще буду избегать тревог. Наталья, это здорово. Спасибо вам большое. После избегания научитесь в этих тревогах иногда быть. Ну, то есть вы будете понимать, что тревога есть. Замечательно. Да, я тревожусь. Нужно что-то с ней сделать. Либо она у вас будет небольшая какая-то, но вы сможете с ней жить прекрасно, сосуществовать. Потому что базовые страхи, базовые тревоги, они у нас всегда есть. Тот же страх смерти, он у нас есть. И я, конечно, чешу себя надеждой, что до моей смерти изобретут таблетку вечной жизни. Но понятно, что внутри нас все заложено, что да, возможно, что-то произойдет до моей смерти, это не изобретут. Ну, вот так есть. Так, Станислав. Было ценно утвердить правильные для себя пути, обрести новые инструменты для работы с собой и целями от большого к малому. Обрел множество путей анализа ситуации и волны и связанных с ним. Спасибо вам большое. Так, ценно то, что в условиях неопределенности есть инструменты и понимание, что с этим можно что-то сделать. Начать можно хоть что-то делать уже сейчас, а не ждать, когда само рассосется и в ней, и в себе. Да, Надежда. Спасибо вам большое. Наталья. Материал нужно еще раз обдумать и взять для себя кое-какие инструменты. Дневник эмоций, ошибки равно пробы. Все будет хорошо. Согласен с вами. Спасибо. Виктория. Легенда про кольцо. Где такое купить? Слушайте, я купил в Петербурге, я нашел в гугле, я забил, по-моему, кольцо Соломона. Или кольцо все проходит и это пройдет. Это мой талисман для тренингов. Я вот на все тренинги его надеваю. Даже удаленно. Я сейчас с вами сижу в этом кольце. Оно именно для тренингов у меня. Либо на ярмарке мастеров. Я тоже встречал, мне просто по дизайну не понравилось. Я вредный в этом плане. Как-то так. Анна. Не каждый захочет жить вежливо. Не каждый. Как пела группа Queen, Who wants to live forever. Не все. Галина. Как быть гибким в предстоящей цифровизации, цифровые пропуска в режиме самоизоляции? Слушайте, я, конечно, ни к чему не призываю, но я думал, что я буду все электронные устройства оставлять дома, надевать маску и бегать по улице по ночам. Это я не призываю. Я не призываю. То есть кто-то, наверное, так будет делать. Я даже не знаю таких людей. В целом, ну что делать? Пережить нам это. Что делать? Найти плюсы в этом. Обучаться. Изучать что-то новое. Потому что времени много остается. Нужно куда-то это все запускать. Спортом заниматься. Как-то так. Юлия. Вопросов больше нет. Из ценного мы узнали, что те вещи, которыми мы пользуемся каждый день, что отрадно, были обозначены в данном семинаре. Постановка целей, малые шаги. Супер. Как правильный с точки зрения личностного развития отличие тревоги и страх? Спасибо вам большое. Елена. Можно, пожалуйста, слайд с дневником благодарности увидеть? Пропустила. Да, конечно, можно. Сейчас включу. Отматываю. Людмила. Получила направление для работы над страхом предпенсионера. Карантина ТФУ по сравнению с предпенсионным возрастом. Людмила, согласен с вами. И это очень важный момент, потому что в крупных компаниях зачастую есть должность TND, то есть человека, который занимается обучением и развитием, и они готовят людей к выходу как раз-таки на пенсию. А в большинстве компаний такого нет. И нужно всегда понимать, куда мы уходим, на что. Иначе это, знаете, вот в один день просыпаешься, никуда не нужно идти. Пару дней живешь в состоянии такой, как классно, радостно. А потом оказывается, что действие это было очень важно. Наталья. Первый опыт семинара по психологии, тем более дистанционно. Я очень довольна, привыкаю к дистанционному обучению в новых реалиях. Для себя выявил, что надо ставить конкретные даты своих отчетов. Да, все правильно, Наталья. Я, тем не менее, сказал бы, что у нас не совсем психология, потому что я вам дал достаточно много инструментов, чтобы вы их применяли. Другое дело, что если мы говорим про полноценный тренинг, там бы я вас мучил еще сильнее, и было бы гораздо больше инструментов. Так я просто вас ознакомил, и все остальное исключительно на вашу ответственность. Дарья. Также очень ценно, что есть возможность в такое время с пользой провести время для всех, а также весь тренинг с душой. Спасибо вам огромное. Ирина, 49 слайд. Да, я думаю, можно. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что там у нас в 49-й. Дайте себе вопросы. Так, 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 49-й. Вот этот, окей. Выход на пенсию неплохо, но по себе теперь знаю. Но я не говорю, что это плохо, понимаете? То есть это про смену деятельности. Смену деятельности. Не всегда все могут сменить деятельность. То есть если вы можете, это про вашу гибкость, про то, как вы можете подстроиться к новым условиям. Это потрясающе. То есть это тот навык, которому стоит позавидовать. Алла, как пережить ошибку, которая привела к серьезным последствиям? К сожалению, пропустила первую часть курса. Слушайте, тут есть такая вещь, как принятие. Принятие – это про то, что мы не сможем ее исправить. И, во-первых, не нужно от нее убегать. Ну, то есть самая основная ошибка, которую мы делаем, мы берем и стараемся от этой вот ошибки убежать. О, боже, все, я теперь даже не смотрю. О, вот там что-то случилось. И, допустим, эта ошибка связана с каким-нибудь предметом. И когда мы этот предмет каждый раз видим, у нас в голове перемыкает, мы сразу начинаем про нее вспоминать. Постарайтесь не убегать от этого предмета и найти в нем что-то хорошее. Итак, один предмет ассоциируется, второй предмет ассоциируется. Вы находите хорошее в этом, хорошее в этом, в этом, в этом. И у вас постепенно эта ошибочка, она потихонечку так начинает ее важность снижаться. Не старайтесь убежать. Чем больше вы уходите, тем хуже. Это адекватная реальность, что чем быстрее мы бежим от чего-то, тем быстрее она нас нагоняет. Просто посмотрите в это во все. Не уходите от него. Так, начинайте потихонечку, конечно. Галина, сессия с клиентом очень цена по целям. Спасибо вам большое. Галина, благодарю вас. Вам спасибо, что присутствовали. Елена, сейчас самое время шагнуть в новую деятельность наверняка. Сделать шаг навстречу мечте, который вы долгие годы манила. Окей. Не забудьте про ресурсы, Елена, пожалуйста. Вот, пожалуйста, не забудьте. Это мой вам совет. То есть, без ресурсов куда-то бежать очень сложно. Куда-то шагать в неизвестность очень сложно. Очень сложно. Поэтому имейте в виду, то есть, нужно запастись ресурсами, а потом уже куда-то идти. Ну, это, знаете, в дальний поход, если мы пойдем без ресурсов, ну, очень сложно нам будет куда-нибудь в лес. Ну, конечно, там можно будет выжить, но очень сложно. Наталья, еще месяц назад сильно переживала. Теперь так хорошо на пенсии появилось время для учебы в том числе. Ну, прекрасно. Видите, гибко подстроились, прекрасно. Юлия, самое страшное, это все мы умрем. У всех по-разному. Если у вас умрем, ну, ок, это ваше какое-то самое страшное. Я встречал людей, которые говорят, что самое страшное, это я теперь не смогу завтракать круассаном в моей любимой кофейне. Это ужасно для меня. Это был мой ритуал каждое утро, а теперь не получается. Что же мне теперь делать, а? Ну, то есть для человека это самое страшное. То есть раньше он выходил, шел спокойненько. Вот, знаете, я периодически хожу, ходил, да, по привычке. То есть для того, чтобы вот летом, когда я занимался, у меня занятие начиналось по спорту в 7 утра. И для того, чтобы в 7 утра мне приехать на занятия, мне нужно было проснуться, ну, хотя бы глаза открыть в 5 утра. В 6 я выходил. Ну, то есть в теории я мог это сделать чуть попозже. Но у меня есть такая необходимость, что я открываю глаза, и вот между моментом открытия глаз и тем, как я встану, у меня где-то час. И я себе ставлю раньше будильник, он меня звенит там каждые 5 минут, неважно. Главное, что я открыл глаза. По-другому я не могу. То есть если я ставлю будильник на 6, даже если я этот час дольше просплю, радости у меня никакой не будет. Я не проснусь просто. То есть для меня самое страшное, это чтобы будильник в 6 прозвенит, а не в 5. Понимаете? То есть это другие моменты. У всех все по-страшному. Коллеги, смотрите, давайте поступим следующим образом. Оксана, вы мне писали. Да, Оксана Николаевна, давайте мы знаете, как с вами сделаем. Поскольку у нас коллеги здесь, может быть, мы с вами отдельно созвонимся. То есть все в силе, это будет бесплатно для вас, естественно, поскольку я вам обещал. Давайте вы мне, может, напишите на почту. И тогда мы с вами как-нибудь сконтактимся по тому же скайпу, не знаю, решим. Хорошо, вы не возражаете? Да, Оксана, моя почта есть на сайте, без проблем. Можете найти меня. Юлия, смерть – это конец всему, это не страх. Смотрите, есть страх смерти. Это не страх того, что там будет после этого. Это страх смерти, это базовый страх вообще человечества, человека как такового. То есть вот даже если вы в тот же интернет залезете, забьете, это базовый страх. Ну то есть если у человека нет страха смерти, то он не будет ограничивать себя вообще ни в чем. Это, я бы не сказал, что у всех, но есть люди, которых психологи и психиатры называют психопатами. Возможно, вы слышали. То есть психопаты – это люди, у которых практически отсутствуют страхи, и эмоциональный фон очень низкий. То есть они мало чувствуют других людей. Соответственно, у них, те, кто доживает до какого-то хотя бы совершеннолетия, это очень опасные люди, потому что у них нет страха смерти. Они могут сделать все, что угодно, потому что для них важнее выгода. Они просчитывают все. То есть у них эмоциональный фон, поскольку низкий, они просчитывают, что нужно сделать вот это. То есть убить кого-то, но окей. В этом плане очень интересно. То есть кому-то, если будет интересно, посмотрите фильм под названием «Американский психопат». В оригинале, по-моему, «American Psycho». «Psycho», да, «Psycho». С Майкл... Как там его зовут-то? Блин, мой любимый актер, все время забываю. Как же его зовут-то? Не помните, кто играл Бэтмена, в «Механике» он играл, в «Американском психопате». Точно, Бэйл, да, Бэйл. Майкл Бэйл, Кристин Бэйл, точно. Потрясающий актер, я его обожаю. Он... Вот пример гибкого человека, понимаете? То есть он для каких-то ролей, он сбросил, по-моему, 30 килограмм. Роль в фильме «Механик», если я не путаю, он там просто скелет. Вот просто скелет, обтянутый кожей. При этом при всем, через год он снимается, я помню, в «Бэтмене». И в «Бэтмене» это такой здоровый мужик. Вот прям конкретно здоровый. То есть актер гибкий, абсолютно подстраивается под все. Он абсолютно гениальный, на мой взгляд. И гениально сыграл. Вот просто гениально сыграл. Я его обожаю. Так что имейте в виду, кому будет интересно, можете глянуть. Юлия пишет, здесь подразумевается самое страшное, смерть, конец пути, или самое страшное при жизни. Вот что приходит вам в голову при упоминании того, что карантин продлится еще месяц. Представьте, что самое страшное может произойти. Потому что, естественно, что проще всего представить, что смерть. Ну то есть карантин, смерть. Я не попил кофе, смерть. Я не пошел туда, смерть. Вы представляете, что самое конкретное вот в этой ситуации, ну при жизни. Возможно, смерть будет какая-то. Понятно, что таким образом можно раскрутить, что из Сирии месяц, значит, кто-то там потеряет работу, значит, кто-то этот не будет есть, значит, если не будет есть, то он умрет. Таким образом можно все раскрутить до смерти. То есть, ну вы отловите первое звено. Ну то есть, что, допустим, кто-то там потеряет работу, что, допустим, места для детей в детских садах не будет. Ну как вариант. Я не знаю, что страшно. У всех по-разному. коллеги нас остается буквально три минутки если у вас есть какие-то вопросы с удовольствием отвечу если нет тогда мы делаем стоп игра я благодарю вас за то что вы были со мной дошли до конца потому что не все вернулись из боя записалось очень много человек сейчас я вам скажу сколько даже так у меня написано что записалось 374 человека 129 сейчас у меня в чатике то есть где-то 150 было но считайте каждый второй пришел благодарю вас за то что пришли оксана спрашивает будут ли у меня еще лекции да по идее будут по моему еще не поставили сейчас я гляну свое расписание мне поставили смотрите у меня будут еще семинары 14 числа вечером с 18 и 16 числа ну и конечно вот то что я вам говорил по поводу ораторского мастерства у меня будет в ближайшее время то что у меня будет тренинг для тренеров тоже в апреле и волнение если кому-то нужно пишите говорите что хотим тренинг надеюсь осенью в реале но может раньше будет слушайте у меня тренинги там еще идут и в мае и в июне в июле так что может пораньше приходите буду всех раз видеть раз вас видеть потому что понятно что в реальности гораздо по-другому все это проходит более эффективно я конечно стараюсь как-то вам передать энергетику кто-то может в это верит не верит но как есть но просто для меня более важен контакт именно личность человеком потому что всегда можно что-то обсудить о чем-то поговорить это для меня важнее более ценно и чем-то можно действительно поделиться сейчас я вас не вижу но тем не менее при помощи голоса все равно стараюсь каким-то образом с вами коммуницировать и что-то интересное и полезное вам дать в любом случае следите за сайтом заходите иногда там на страничку на мою там появляются новые тренинги меня там отмечают них буду рад буду рад спасибо окей коллеги тогда я делаю отбой спасибо вам за то что участвовали счастливо